Добрый вечер, дорогие зрители! Рада бы приветствовать вас на 13-м дне из цикла встреч, практики, эзотерики и летний интенсив. Рада вас приветствовать и сегодня буду с вами я, София. Дорогие зрители, если у вас есть вопросы к организаторам, либо к участникам, пожалуйста, напишите мне в чат, и я с радостью вам помогу. Итак, дорогие зрители, сегодня будет насыщенный, магический и интересный день. Сегодня первым спикером будет Алена Полынь и расскажет интереснейшую тему ведения мужа, а также дитя. Итак, дорогие зрители, перед тем, как Алена начнет свое выступление, давайте проверим обратную связь. Дорогие зрители, пожалуйста, напишите в чате плюсики, если меня видно и слышно, чтобы проверить связь, все ли у нас хорошо, чтобы не возникло никаких проблем с эфиром. Итак, дорогие зрители, пожалуйста, напишите плюсики в чат, чтобы я знала, что у нас все отлично. А пока идет обратная связь, я расскажу об Алене. Алена является потомственной ведьмой, автором книг, участницей телепередачи, а также создательницей империи сильнейших ведьм. И Алена выступит сегодня с темой, да, я повторюсь, ведения мужа и дитя. Итак, сегодня она расскажет о том, как работать с родовыми программами Белийского округа и поделиться секретами о том, как возможно построить свой род. А также, дорогие зрители, если у вас возникнут какие-либо проблемы с эфиром, пожалуйста, обновите страничку кнопочка F5, либо воспользуйтесь браузером Google Chrome. Также, пожалуйста, напишите мне в чат, я с радостью вам помогу. Также, дорогие зрители, если вы пропустили выступление наших спикеров, которые были ранее, вы можете приобрести все записи конференции со скидкой 90% пройдя по баннерам на чатах. Итак, вижу плесики, все отлично, и напомню, что выступление Алены будет в свободном доступе до 18.00 московского времени. Дорогие зрители, огромное вам спасибо за обратную связь, и я передаю слово Алене. Алена, добрый вечер. Здравствуйте, меня видно, слышно? Да, Алена, вас слышно и видно. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, тогда мы начинаем. Я перехожу в чат. Все нормально? Все отлично, Алена. Ну, хорошо. Значит, у меня здесь в комментариях, да, наверное, должны будут выходить вопросики, я так понимаю. Так, значит, у нас сегодня тема очень интересная. Тема касается, в принципе, рода, династии. Мы немножко разберемся с этими вопросами тоже, потому что они стали возникать. И ведение мужа и дитя, потому что, в принципе, в основном на данный момент именно женщины занимаются таким аспектом. Я, правда, вот не вижу здесь нигде комментариев, где они будут появляться. Они должны быть где-то у меня здесь. Алена, обновите, пожалуйста, страничку. Может быть, у вас браузер запаздывает. Сейчас, F5, да? Да, F5. Сейчас я ее найду. Ага, вот теперь вижу. Замечательно. Ну что, меня видно, слышно? А то вроде как я разговариваю и не понимаю, слышно меня или видно. И видно ли. Вот, значит, собственно, мы поговорим о том, как вести дитя, как вести мужа и как вести, в принципе, свой род. Потому что, ну, да, сзади яркая лампа отсвечивает. Уж извините, у меня со светом вечно какая-то история. Сейчас я попробую вот это выключить. Так, сейчас, я надеюсь, стало получше вам по свету. Напишите, пожалуйста, нормально видно меня? Я вот боковой свет выключила. Меня главное, чтобы было слышно. Не обязательно, чтобы меня было хорошо видно. Я буду говорить по делу. Я никаких там баннеров показывать не буду. Поэтому, как бы, ага, тишина. Ну, хорошо. Все здороваются со мной. Здравствуйте. Значит, я хотела бы понять, кто у нас сегодня присутствует на конференции, насколько он знаком с родовыми практиками, которые я даю. Чтобы понимать, с чего начинать, насколько, ну, что за контингент у нас сегодня собрался. Насколько глубоко мне давать и как это вам все давать, чтобы было понятно, и чтобы вы сразу могли это применить в жизни. Потому что многие практики я уже неоднократно показывала, рассказывала. Вот есть я вижу знакомые лица. Вы пока поставьте плюсики, если знакомы со мной, и минус, если не знакомы со мной. Ага, пока плюсики идут. Значит, что касается родовых практик. У нас сегодня на данный момент женщина, в принципе, ведет мужа детей и дедов. Ну, вот как-то так сложилось, что женщина все-таки сильное начало. Очень длительное время женщине внушали обратное. И говорили, что женщина, да, женщина, она такая вот со щами на голове, как я говорила, она мало чего может, она находится за мужем, но при этом, хоть она находится и за мужем, она должна максимум различных дел выполнять, и работать, и вести ребенка, и везде, везде успевать. Звук прерывается у всех? Алена, все прекрасно со звуком. Пишут, что там вот звук прерывается. Вот, солнце сзади. Ну, уж солнце я выключить не могу. Вот, значит, что касается ведения. Вот женщина, когда она встает в позицию женщина с чином женщины, то есть у нас есть мужчина и есть женщина почему-то, хотя изначально она была женщина, она была также в чине, как и мужчина. У нас мужчину оставили в чине, но он этот чин потерял, хотя, по слову, он присутствует, а женщину сделали без чина. Но она продолжала нести свою позицию, очень много делать и так далее, и, в общем-то, обессилела на какой-то период, она действительно обессилела. Сегодня, в принципе, я стараюсь, и моя задача такая, вернуть женщину к позиции той, какой она была изначально, к женской силе. Сразу хочу объяснить, что это не что-то такое, да, недосягаемое, да, или досягаемое каким-то количеством неимоверных практик и так далее. Нет, это не так. Дело в том, что эта сила изначальная, она находится внутри женщины. И женщина, по сути, божество. По той простой причине, что она даёт жизнь ребёнку. Внутри неё растёт человечек. Вот вы только задумайтесь. Внутри неё растёт человечек, и потом он через неё приходит в этот мир. То есть женщина проходит внутри себя стадию Бога. То есть она чувствует, как внутри неё растёт человек по образу и подобию. Не божественное ли это предназначение? Это именно божественное предназначение. Причём, будучи в таком очень интересном, богатом состоянии, потому что богатство — это всё-таки от богов, а это такое идёт именно духовное богатство, взращивание внутри себя человека, женщина умудряется сделать ещё кучу дел, будучи беременной, да. Вот, и поэтому женщина — это особый чин, особое умение. И сегодня огромное количество различных мастеров стали говорить о том, что присутствует род. Очень длительное время нам говорили, что человек есть изначально какая-то одна единица, да. То есть вот присутствует человек, и всё. И вот вы отвечаете за свои поступки, за свои деяния какие-то и так далее. Но вы как одна отдельно взятая единица. Ещё как-то рассматривала семья, как ячейка, опять же, чего, общества. Но род не поднимался, вопрос рода. И вот совсем буквально недавно, прошло несколько лет, как о слове род вообще стали говорить. С позиции того, что мы как-то зависимы от рода, куда приходит. Мы зависимы от этих кармических проблем, которые есть. Мы зависимы от того, что происходит внутри рода, вне нас даже. То есть то, на что мы, в принципе, конечно, не оказывали какого-то влияния. И вот здесь появились различные родовые практики. И когда они, вот эти родовые практики, появились, все кинулись спасать род, чистить его, что-то делать, понимая, что всё вкрифь и в кость. На самом деле у большинства людей, у 90% в роду всё вкрифь и в кость, к сожалению. И они принялись что-то делать, чистить род, как-то его усиливать и так далее. Но забыв при этом, работая с предками, что есть ещё и потомки. Потомки, за которых мы несём ещё больше ответственности, чем за предков. И вот эти наши потомки, по сути, наши дети, они несут программу папы, то есть вашего мужа, и программу свою, отдельно взятую, души, которая пришла, плюс ещё вашу программу. И, соответственно, то, какую изначальную силу вы проецируете на ребёнка, что вы ему даёте, таким он и будет. И мы столкнулись с тем, что в 14 лет мы получаем подростка, которая часто хамит родителям. И в психологии это является, к сожалению, к ужасному сожалению моему, именно нормой. Потому что нам объясняют, что в подростковый период ребёнок играет в гормоны, он нестабильный и так далее. Я неоднократно это говорила на семинарах, ещё раз повторюсь. Это не так. Дело вообще не в гормонах. В 14 лет открываются врата силы, и ребёнок получает силу, с которой не знает, что и как делать. Потому что ему никто не объяснил, потому что сами родители этого не знают. И получается вот такой вот ужасный казус. Это просто казус, потому что это создание, которое вы создали, провели на этот свет, страдает из-за того, что не знает, что делать с этой силой. И она выявляется в агрессии. Потому что ей надо как-то куда-то идти этой силе. А он не знает, куда её спроецировать. Вы его не научили. И она проявляется в агрессии. Вот на эту тему у меня много различных семинаров. Вот один из них «Женщина-богиня», чтобы вы посмотрели, как это всё делать. То есть ребёнка вели именно на периоде его взросления. Но что я хочу сказать. Изначально получается так, что мы первично рушим родовые каналы в момент родов, когда у нас резко обрезают пуповину. Это связь ребёнка с матерью. Её обрезают резко. И после этого первый канал уже разорван. Но есть ещё другие каналы. Вот следующий канал разрывается матери и ребёнка тогда, когда происходит обряд крещения. Я не знаю, как в других религиях, но в христианской религии ребёнка как бы отводят от матери, передавая крёстным родителям. Значит, и после этого ребёнок несёт программу, хоть отрывается от матери, но несёт программу мамы и папы, те, с кем по крови, да, мама и папа, и ещё мама и папа крёстным. Кто стал их крёстными? Соответственно, как бы бывает, потом он в дальнейшем с крёстными не общается, но программу их он уже несёт и за них отвечает. Поэтому я хочу сказать, что мы как-то так случилось почему-то по каким-то непонятным причинам, что мы очень много думаем о предках, но совсем не думаем о потомках. После того, как очень долго не было позиции род, и оно появилось, все задумались о своих предках, о том, что у них было до, да, то есть как им помочь, как они, в каком они состоянии находятся и так далее. Но никто не подумал о том, что существуют ещё потомки. И вот эти потомки, они зависимы от вас. Пока вы обращаете внимание на своих предков, это неплохо, нехорошо. Вы как-то не замечаете то, что перед вами ребёнок, ваш потомок, за которого вы несёте ответственность. Вы несёте ответственность также за мужа. И на данный момент, мы говорим о современном мире, вы несёте ответственность ещё за стариков. Потому что, к сожалению, случилось так, что когда к старости приходит человек, он должен прийти с мудростью. Его знания, его внутренний мир и духовность перерастают в мудрость. Он начинает мыслить, он становится мудрым, он становится учителем. А это статус, это чин учителя. И вот в этой позиции статуса учителя и мудрости старый человек никак не является обузой для своих близких. Это даже более того, он им помогает, он имеет возможность им помочь советом. Поэтому к старцам всегда ходили за советом. Потому что благодаря своей мудрости он посмотрит на ту или иную ситуацию иначе. Не как на неё смотрят люди более, ну там, молодые и так далее. И вот сейчас мы имеем совсем другое. И вы сами это знаете, то есть не мне это вам рассказывать, что на данный момент к старости человек приходит с болячками, с грудой болячек, с финансовыми проблемами, потому что, ну, пенсия, сами знаете, какая, да, там, просто никакая. Вот, и, соответственно, он имеет финансовые проблемы и болезни. Более того, длительное время закрытые знания, они действительно были закрыты очень сильно на все замки, значит, не давали возможность людям развиваться и получать знания. И, соответственно, мудрости у него никакой, к старости-то нету. Он, по сути, остаётся у разбитого корыта и, по сути, становится зависим чаще всего, в 99% случаев от вас. И финансово, и по здоровью, то есть он требует ухода и так далее. И, соответственно, вот это ведение стариков ложится на плечи женщины. Ну, так уже сложилось. И заместо того, чтобы старики помогали, да, каким-то советом, здесь уже молодые начинают как-то пытаться включить своих родителей. Меня часто спрашивают, что делать, если мама не понимает, или что делать, если папа не понимает, да, если не считать сектантом. Потому что даже банальный отказ от мяса уже нашим обществом и часто родителями воспринимается как некое сектантство. То есть, ну, непонимание того, что произошло. Они боятся, что происходит, что и как. Значит, и, соответственно, получается очень большой процент непонимания. Как вообще с этим жить? Что с этим делать? Как хочется там найти общий язык с родителями, но не получается. И родители становятся обузой. Самое страшное происходит тогда, когда действительно старый человек заболевает, и вы вынуждены за ним ухаживать, да, и больной человек, он же попадая в ваше поле, он съедает вашу энергию. И вы начинаете болеть. Вам действительно не хватает энергии, вы болеете, и очень долго после этого в себя приходите. Вы даже можете там сходить, съездить к нему в гости, помочь, а когда дома доедете, вы еще дня-два будете в себя приходить. Все дело в том, что он съедает вашу энергию. Это не специально. Это так вот он, ну, он не умеет иначе. Его не научили иначе. Он жил в другое время. У вас сейчас более удачное время. Я хочу сказать, что сейчас в этом плане, в плане развития, в плане знаний, шикарное время. Такого времени не было уже очень давно. И уже за это о Матери-Земле можно сказать огромное спасибо. Она сейчас взращивает умы такие, которые способны, способны оказать огромную поддержку и помощь ей и даже иным планетам. И вот на нас сейчас лежит огромная ответственность, получается, за стариков, которые не жили в это время, а за потомков, да, потому что мы сейчас даем им понимание мира и, к сожалению, за мужей тоже. Почему за мужей? Потому что, в принципе, случилось так, что, ну, вообще мужчина включается позже. Он включается позже, и вы можете это заметить по развитию мальчика и девочки, да, что девочка развивается быстрее, чем мальчик. Вот так уже сложилось. Все дело в том, что, я уже объясняла, что женщина – это, в принципе, энергия жизни, это сила жизни. Это божество. Божество, которое, естественно, быстрее постигает мир. Мужчина в большей степени дает женщине материю, из которой она уже делает живой организм. Поэтому наиболее, конечно, духовно развитые, хоть нам по-другому тоже внушали длительное время, и более глубинно развитые – это, конечно, женщины. И мужчине в этом плане, конечно, сложнее включиться. Но он уже так устроен, чисто генетически, физически и по-всякому. И получается таким образом, что случается так, что в какой-то период свой женщина понимает, что вот эти сказки про то, что она там слабенькая, находится за мужем, что женщина-вода вся такая тягучая, вся такая, там, слова сказать не может, такая тихо, и сапа сидит где-то. Она непродуктивна. Она не может вести рог. Она никогда не станет матерью рода, потому что у нее не хватит на это сил, пока она играет в свои игрульки, рядом с слабым мужчиной, пытаясь быть слабой женщиной. Более того, рассказы о том, что если вы станете слабой женщиной, а ваш мужчина станет сильным – это тоже иллюзия. Такого никогда не будет. Если мужчина изначально слаб, какой бы вы слабой ни были, он станет только слабее. Он сильнее не станет. Он испугается. И поэтому очень много ложится на плечи женщины. И вот здесь очень важно понять, как вести стариков, как вести детей и как вести мужа. Потому что это тоже ложится на наши плечи. Чтобы там не отнекивали женщины, это ложится на наши плечи. И вот первое, самое важное, что стоит для себя заметить, как самая легкая, самая продуктивная и быстрая практика – это налаживание связи между вами и мужем, между вами и ребенком, между вами и родителями. Значит, самое сложное из этих всех связей – это ваша связь с родителями. Это, будем так говорить, обратное. Я просто пытаюсь говорить простыми словами, чтобы было всем понятно. Это обратный отток энергии. Он идет неестественным путем. Это как идти против течения. Он идет назад. Значит, но его нужно попытаться наладить. Попытаться. А потом объясню, почему попытаться. Значит, у нас получается так. Чтобы наладить связь с кем-либо, каналы какие-либо там, с ребенком, с мужем и с родителями, есть стопроцентный способ налаживания каналов. Он не стопроцентно налаживает все каналы, но он налаживает каналы на первое время, необходимые которых у вас нет. Если это говорить простым физическим языком, у вас, по сути, вы начинаете понимать друг друга и слышать друг друга. Ну вот, если простым физическим языком выражаться. И, соответственно, вы что делаете? Вы просто берете фотографию мужа или фотографию ребенка или фотографию родителей. Еще раз повторюсь, с родителями это происходит сложнее. Вот честно сложнее, но попробовать нужно. Попробовать, опять же, я повторюсь. Если не пойдет, насиловать себя не нужно. Там другая история, я этого тоже коснусь. Значит, вы берете фотографию, прикладываете ее к низу живота и привязываете женским головным платком, который вы уже носили. То есть он должен быть был не купленный только что, новый. Значит, привязываете к голову низу живота и человек автоматом попадает в ваше поле. Будь то ребенок, будь то муж, будь то родители. Вот теперь я вам объясню еще такой момент, почему налаживание связи с мужем или с ребенком таким образом проходит лучше. Когда вы привязываете фотографию к низу живота, у вас получается, работает матка, область матки. Что такое матка? Это орган, который отвечает за материализацию. Орган, ну мать, матка, да? А орган, который внутри себя способен взрастить человека. Это очень мощный энергетический орган. Вы только подумайте, внутри него 9 месяцев растет человек. Из маленькой точечки зернышка происходит человек. какой по мощности этот орган? Вы можете себе представить. Более того, за все сексуальные отношения, если говорить современным языком, отвечает тоже матка. То есть, если женщина фригидна, это проблема ее матки. Матка не способна, будем так говорить, реагировать на доставляемое удовольствие. То есть, она не способна принимать мужчину. И в данном случае работает у нас матка. Значит, мы привязываем, когда фотографии к низу живота, мы в результате что имеем? Матка узнает энергетический объект, потому что любое фото имеет вибрацию. Это вам скажет любой человек, который смотрит по фото. Любое фото имеет вибрацию того человека, кто сфотографирован на этой фотографии. Матка узнает того, кого она уже видела. В данном случае, если мы говорим о ребенке, она произвела, по сути, его на свет. Она узнает свое детище. И какая же матка не захочет наладить отношения с тем, кто жил когда-то в ней? Конечно, она наладит отношения. Конечно, она простроит энергетические каналы. Это, безусловно, произойдет. Это не какие-то чудеса, не супермагия, не то, что великий гуру Алена вам рассказывает. Это, фактически, если обычным языком говорить, это физиология даже. Даже вот просто физиология. Это на уровне даже науки можно объяснить. Значит, что касается мужчины. Когда мы привязываем мужчину к низу матки, матка узнает того, кто доставляет ей удовольствие. И, соответственно, она заинтересована в том, чтобы у вас были хорошие отношения с этим мужчиной, чтобы он чаще вас посещал. Да? Более глубоко. Соответственно, она сделает все для этого. Понимаете, как все интересно устроено? Это физиологически объяснимо. Почему я вам это так разъясняю? Потому что, когда вы не понимаете какую-либо практику, какие-либо ритуалы вы не понимаете, не надо их делать. Потому что, мало ли кто вам чего сказал. Я все время вам это поясняю. Ален, или какой-либо другой там человек вам сказал. Наговорить можно все, что угодно в три короба. Если вы не понимаете, что это, как это работает, лучше этого не делать. Сейчас мастеров в кавычках очень много. И наделать делов можно таких, что ой-ой-ой. Поэтому, любая практика должна быть объяснима для вас. То есть, почему это работает? И как это работает? И самое главное, за счет чего это работает? Какая энергетика в данном случае крутится? Поэтому я это вам разъясняю. Сейчас я посмотрю, все ли вам понятно. Чуть-чуть сдвину чат. А у нас тут одни плюсики. Значит, все понятно по поводу привязывания полотком к низу живота. Или здесь есть какие-то вопросы? Вот Орлана пишет, что уже чистила рот. Вы чистили рот хлебом? Или каким образом вы его учистили? Пока Орлана не ответила. Значит, дальше мы идем. Вроде никаких вопросов у вас не возникло. По крайней мере, я не вижу никаких вопросов. Касаемо... Алена, возникли вопросики от Татьяны. А если была Кесарева, работает ли эта практика? Да, конечно, работает. Кесарева же ребенок все равно же находился в маточке. Так, а Олеся спрашивает, а сколько по времени так ходить? Можно каждый день по чуть-чуть ходить, пока вы не почувствуете, что канал на это самое сошелся. А почему? Я не вижу вопросы. А может быть, у вас страничка не обновляется. Светлана интересуется, а если платка нет, можно ли использовать? шарф? Сейчас мы... Вот. Ага, вот. У меня обновилось. Значит, со временем с фото сойдет картинка. Как быть? Вы это фото сожгете, возьмете новое. Распечатать фото, я думаю, никакой проблемы не будет. Шарф не годится. Годится только женский головной платок. У него совсем другая энергетика. Сколько по времени держать? Вот Юля как раз спрашивает. Держать столько, сколько вы считаете нужным. Вот как-то чуть-чуть поносили, там час-два, ну сколько вы можете дома находясь поносить. В следующий день опять поносили. Эффект вы почувствуете с первого дня. Просто я хочу сказать, что нужно это довести до ума так, как нужно вам. Когда вы почувствуете, что да, с ребенком у вас возникло взаимопонимание и с мужем тоже. То есть вот столько мы носим. да, можно купить платок, немного поносить на голове, а потом привязать. Конечно, он уже будет не новый, он уже будет БУ. Видите, выяснили, что у меня страничка не обновляется. А я думаю, что ни у кого вопросов нет. С родителями, Ольга, мы сейчас коснемся вопроса с родителями. Алена, появился вопрос от Оксаны, можно ли купить платок и немного поносить его на голове, а потом привязать. Ну, можно, конечно. Можно поносить, он уже получится БУ, если вы поносили. Светлане, я сказала, что шарфом нельзя, нужно платком. Вопрос от Ирины появился. Привязывать надо к коже или через одежду можно? Нет, только к коже, только на голый живот. А платок с посвящением можно спрашивать, Елена? Да, можно использовать, конечно. Головной платок можно использовать любой, кроме шарфа. Потому что это должно быть именно платком. Спасибо вам, Алена. Ответы. Так, значит, мы, значит, ну, картинка сойдет, я сказала, что вы сожжете и будете использовать новый, соответственно, платочек, фотографию новую. Значит, что касается родителей, которых нет в живых. Конечно, мы их не привязываем к матке ни в коем случае. Потому что вы привяжете к себе мертвого человека. Этого делать нельзя. Значит, если родители живы, все замечательно, то их можно привязывать не более трех раз к матке, если вы не видите результативности. Если результативность есть, то, соответственно, вы можете привязывать неоднократно. То есть вы три дня поносили, допустим, по часу, по два и увидели, что ничего не произошло. Такое с родителями возможно. Я объясняла, что это обратная энергия. Назад течет, как против течения. Поэтому может не произойти ничего. Но больше трех раз, если вы заметили, что не происходит, делать не надо, потому что это будет срабатывать на минус вам. Таким вот образом это будет работать. Почему еще тяжело идет? Потому что вы сами понимаете, что родителей вы в матке не носили. И, соответственно, никакого сексуального удовольствия родителям вам тоже не доставляли. Соответственно, матка реагирует таким образом, что это, в принципе, просто человек, к которому, ну да, по роду человек, но к которому вы имеете определенную привязанность. А приклещение можно будет также платком снять. Не поняла, Олеся, что при крещении можно платком снять? Вопрос просто ваш, не поняла. Вот. С цветами лучше, да, платки с цветами лучше работают. Чем с узорами работает лучше. Сейчас мы сдвинемся вот так. Так, значит, как быть с родителями мужа? То же самое, это обратная энергия, она может сработать, может не сработать. Но привязанность можно не более трех раз, если не работает. Если работает, то можно больше трех раз. Пепел по ветру, да. То, что развалилась связь с вами при крещении. Да, вы частично ее улучшите. Частично. Чтобы более глубинно работать, там уже, конечно, более глубокие практики. Но частично вы улучшите. Это будет очень заметно. То есть это будет не так, что вам кто-то сказал, да, что стало лучше. Вы это заметите. И заметите с первого дня, как вы привяжете платком. С ребенком это работа и с мужем достаточно легкая. Я говорю, что она сложная, но только с родителями она сложная. Значит, вот мы двинемся дальше к такому моменту касаемо наших предков. Значит, у нас так получается, что когда нам очень долго внушали, что мы, значит, отдельно взятая единица, то потом нам стали внушать, что нет, нет, вы не отдельно взятая единица, у вас есть корни. И без корней вы никуда не денетесь. Вот как дерево без корней. Но скажите мне, пожалуйста, даже если логично размышлять, если у дерева гнилые корни, сможет ли это дерево расти? Да. И отвечаю, что определить, что поток пошел, отношения улучшатся. Именно так. Значит, если у дерева гнилые корни, то, извините, ничего не получится. И есть два варианта. Исцелять эти корни, тратить кучу энергии, там, какие-то там препараты, да, использовать, чтобы дерево, наконец ожило. И многие так делают, садоводы. Но есть другой вариант. Взять и посадить новое дерево. Да, или взять отросток от этого дерева и, соответственно, посадить. Родители старые капризничают. Это как раз из соображения, то, что я говорила. К старости люди за место мудрости выходят в ноль. Можно попробовать не более трех раз. Значит, если за три раза у вас ничего не произошло, то пробовать больше не надо. Значит, когда вы приходите к старому больному человеку, важный момент тоже, и вам нужно за ним ухаживать, но это необходимость, да, вы при входе в его квартиру или если вы в своей квартире ухаживаете, когда подходите, вы говорите слово, ну, можно про себя сказать, естественно, не вслух, запрещаю. Вот это слово энергетически запрещаю закрывает вас на замок от тех энергий, которые для вас чужеродные в плане негативные. Понятно, что это родные энергии, родители, но они негативные, поэтому они будут просматриваться вашим пространством как чужеродные. И вот это слово, обычное, простое слово, никакого заговора, просто слово запрещаю закрывает вас от этих энергий, негативных для вас энергий. Если одному ребенку три года он не крещен, а второму одиннадцать лет его крестили, есть ли смысл приезжать на встречу по деткам седьмого августа? Да, конечно, смысл есть, мы там как раз будем работать с родовыми каналами. Смысл есть всегда. Мать, вообще, мать это чин. Вы понимаете, ваша ответственность просто колоссальная. Вы отвечаете за своих потомков больше, чем отец сейчас. Потому что, мужчины как-то они ослабли, вообще очень сильно ослабли. Они деградировали сильнее, чем женщины. Поэтому вы несете ответственность. Вы дали жизнь этому ребенку, одному, двум, трем вы им дали жизнь. Вы несете ответственность за их жизнь сейчас, пока вы в теле, и потом, когда вы выйдете из тела. Крестную нельзя ножом отсечь от ребенка, потому что это нападение на христианский грегор. Нападение на любой религиозный грегор является в минусе для человека, к сожалению. Да, ответ проскочил. Я видела Орлана, что вы говорили, что чистили клевом по моей методике. Да, это чистка рода. Она достаточно продуктивная, рабочая, срабатывает не сразу, иногда приходится много раз ходить, делать хлебом, чистить, но она именно чистит род. Это если говорить о чистке. И это чистит не род наперед, а она чистит предков, чтобы вы понимали. Она не потомков чистит, а чистит предков. Но за счет этого, конечно, это как-то там чуть-чуть влияет и на, естественно, на потом. Надо понять такой момент, что мы приходим, это очень важный момент, мы приходим в каждом своем воплощении, к сожалению или к счастью, не знаю для кого как, значит, в разные рода. Сегодня вы воплощились в одном, в следующее воплощение вы можете воплотиться в другом роду. И смотрите, как интересно. Вы потратили кучу энергии, кучу сил на то, чтобы восстановить, восполнить, сделать сильным тот род, в котором вы находились. Но в результате рождаетесь в другом роде и опять начинаете сгребать те проблемы, которые есть у этого рода. почему это происходит? Значит, во-первых, у вас нет связующей цепочки. А вот что такое связующая цепочка? Это общее дело. Если вы оставляете на земле у какого-то, ну, в каком-то роду незаконченное совместное дело, вас энергетически, вибрационно, вы тоже поймите, там не дяденька на облачках сидит, который говорит, тетенька, ты не права, туда не ходи. Или ты ходи сюда. Это все происходит по матричной системе. Она заранее прописана, как в компьютере. Вы же не будете там говорить, что ты неправильно сделал эту программу. Есть некая программа, пока ее не переделают, она работает так. Привозить обоих можно. Ирина, там будут все условия. Вот. Значит, там и питание организовано, и где играть, и аниматор будет. Значит, да, поговорим, Арлан, чуть позже вот про этот вопрос. Значит, у нас получается, что, приходя вот в этот совершенно каждый раз новый род, у нас каждый раз получается в ноль, наша работа обнуляется в ноль. Поэтому, если у нас есть незаконченное дело в роду, совместное дело, не то, что вы там не успели, да, достроить дом для себя, это одна история. Я именно говорю о совместном деле. И в этом случае вы приходите в тот же род. То есть, например, если вы организовали, ну, там, я не знаю, банальный физический пример, полную ферму, да, то есть вы разводите лошадей. Совместно вы, ваш муж и ваши дети. Соответственно, если вы уходите из этого мира, то есть из телесной оболочки, потому что вы не до конца из этого мира уходите, вы все-таки в этом мире находитесь. Значит, когда вы выходите из телесной оболочки, вы понимаете, что вам нужно вернуться и доделать совместное семейное дело. И вы возвращаетесь в тот же род. Вот поэтому я очень долго, на самом деле, разгадывала эту загадку. Это сейчас так кажется так легко и так все понятно. Ко мне приходили люди с разными проблемами в роду, и мы пытались их решить. И я все время не понимала, как же сделать так, чтобы человек возвращался в тот же род. И я говорила с многими знающими людьми, все только глазами хлопали и говорили, да никак не сделать. И путем очень долгих исследований, своих внутренних исследований, да, и общения уже не с людьми, а с существами другого статуса, мы пришли к выводу, как это сделать. И вот отсюда мы выходим к понятию династии. Значит, я не претендую на историку слов, потому что я вам не скажу, откуда произошло слово династия, да, это скорее всего не русское слово, но тем не менее оно существует. И энергетически каждое слово несет совершенно разный баланс энергетический. И вот слово род несет некую устойчивую основу одних и тех же личностей, да, в одном и том же роду, там мамы, папы, там дети и так далее, которые, ну как бы будем так говорить, подпитывают свои энергии на одно такое яйцо большое. А вот слово династия, оно немножечко другое энергетически, может быть, вы это сейчас уловите. Династия, она подразумевает некую культуру рода, а некую такую, как бы это лучше объяснить, она такая, знаете, вот разница в чем, да, торговец он неплохой, но он торговец, а есть статус художника, поэта, да, они немножко разные. И вот династия, она ближе к художникам, к поэтам, к императорам, значит, она немножечко другая династия. И вот энергетически, я имею в виду именно слово энергетически, и вот когда человек организовывает свою династию, нечто такое особое, свое, семейное, которое передается из поколения в поколение, в этом случае он начинает возвращаться в тот же род. То есть все его задачи, все его, что он там делал, старался, оно уже никуда не уходит. Вы будете возвращаться в тот же род и доделывать свои дела. Ведь это же, это просто чудесно, и что это можно сделать. Но на самом деле грусти и печали, проблема-то в принципе вроде как решена, она понятна, но она не понятна, как эту династию создать. Потому что на данный момент детей не учат создавать династию. И родители не имеют такой возможности создавать династию. Потому что где-то работая в совершенно какой-то структуре, которая духовно не откликается этому человеку, а просто для заработка денег, не удается создать что-то свое. Я в таких случаях рекомендую, что если жизнь поставила вас в ступик таким образом, что приходится работать там, где вам не нравится работать, на какую-то дядю или тетю, но вы не испытываете удовольствие от своей работы и чувствуете, что занимаетесь не своим делом, и в институт-то вас заставили пойти, вы по жизни, ну вообще, по сути, человек теряет пол жизни на обучение, которое ему не нужно. Вот это меня всегда беспокоило, потому что школа, которая дает максимум ненужных знаний и минимум нужных знаний, потом институт, то же самое по профессии, по которой мало кто вообще работает, это просто, ну не хочу грубым словом говорить, скажу культурно, это потерянное время, которое в принципе уже ничем не вернуть, а у нас время это самая дорогая валюта, которую мы обладаем в жизни. Нам время дано для того, чтобы успеть максимум, а мы устепливаем минимум, потому что мы пол своей жизни тратим просто на обучение тому, что нам не нужно. И вот если вы получается так, что вы работаете на той работе, что вам ну никак не отзывается, соответственно, вам нужно что делать? Вам нужно искать то, что называется хобби, да, сейчас таким словом хобби, и это хобби должно быть отзываться в вашей душе, и этому хобби вы должны учить своих детей. И вот когда ваши дети начнут продолжать ваше дело, пускай вначале не финансово оно вам приносит доход, но вы подумайте о будущем. Ведь сейчас, вот да, я тоже создавала империю не просто так, мы работаем над тем, пусть это там и очень, знаете, пафосно звучит, но так и есть, над тем, чтобы человек имел возможность делать таким образом, чтобы ему его творчество приносило доход, и хороший доход, чтобы он мог на это жить и заниматься тем, чем ему нравится заниматься. Конечно, в ближайшие годы этого не удастся сделать, к сожалению, но это возможно сделать. И это, конечно, не один год работы, но мы над этим работаем, и это возможно. Вы подумайте о будущем, что ваши дети, может быть, так случится, что будут жить в то время, когда у них будет такая возможность, но для этого вы должны их подготовить сейчас. И вот вопрос династии встает здесь, когда вы начинаете делать свое дело и этому же делу обучаете своих детей. Потому что так было всегда. ребенок приходил уже там с микроскопического возраста, когда он учился ходить на то место, где работает мама или папа. То есть, если это сцена, если это артист, он там где-то за кулиси бегал. Если это какой-то завод, значит, он ходил по этому заводу и гордился, что это завод его папы. Если там отец являлся поэтом, то он там листал его тетрадки. То есть, ребенок должен входить в то пространство, в котором находится родитель. Это очень важно. Вот у Орланы там какая-то проблема. Вот. Мужи лучше искать в той же сфере, что и сама творишь. Это, конечно, идеальный вариант, если вы на одной волне. Но бывает, что одна профессия дополняет другую профессию. То есть, вы находитесь в разных гранях одной и той же профессии. Просто она немножечко по-разному называется. Значит, и вот когда вы находитесь вот в этом творческом, да, таком состоянии, творчество может быть разным, не обязательно рисовать или писать. Творчество называется все, когда человек творит. Когда он что-то делает, он уже в творчестве, не важно, что он делает. И понимаете, какой момент? И получается, что вы приходите, каждый раз тот же род, для того, чтобы заново продолжить, чтобы вернуться вот в это состояние. И вы тогда уже зависимы от этого рода. Если нет детей, в каком смысле? Проблема бесплодия или что? Мы, знаете, когда мне кто-то говорит, что я не люблю детей и не хочу их иметь, я, конечно, ничего на это не говорю, потому что я не имею права человеку советовать что-либо в этом направлении. Но я хочу сказать, что для женщины нормальное желание продолжать род. Значит, когда у женщины есть какие-то проблемы по бесплодию, значит, это проблемы какого-то родового характера. Как это случилось, в принципе, да, то есть женщина попала в тот род, как мы вообще попадаем в какой-то род? Мы попадаем в похожие вибрации. То есть мы рождаемся в том или ином роду, в котором у нас каким родом? У нас похожие вибрации. То есть какие проблемы у нас были в предыдущем воплощении, вибрации находят такие же проблемы вот у какого-то рода и туда нас закидывает. Понимаете, как это происходит, как вот, как бы объяснить, да, это как бы всасывает. То есть это происходит мгновенно, вас как бы шик и закидывает туда. Вот, поэтому здесь вы не совсем выбираете. Выбирать род и так далее могут только очень сильные души, те, которые при жизни имели возможность работать с миром мертвых, которые ведали и так далее. 99,9% населения находятся в зависимости от матричной системы, которая их ведет. Что касается проблемы бесплодия. Опять же скажу, из 10 обратившихся 9 бесплодий вылечивают. У знахарей, у ведьм и так далее. Я за то, чтобы, будем так говорить, официальная медицина совмещалась с медициной знахарства. Потому что в этом случае мы как-то имеем общую картину. Когда кто-то перетягивает одеяло на себя, это не совсем верно. Значит, если нет ребенка, можно удочерить, усыновить. Если происходит что-то, когда закрывается род, в данном случае Юля идет как закрытие рода, значит, есть какие-то очень глубинные проблемы, которые нужно решать. Сейчас все равно их нужно решать. Вам все равно воплощаться, вы будете строить свой род. Значит, в следующем воплощении их сейчас нужно эти проблемы решать. И вот неспроста есть такая наука, официально доказанная. Я, наверное, включу этот свет, потому что все это не становится. Не совсем плохо так, напишите, пожалуйста, а то я как-то сижу совсем в потемках. Вот. И, значит, есть такая наука, как физиогномика. И вот физиогномика, она как раз говорит о том, что на лице человека прописан его характер. Лучше так, ну хорошо. Значит, прописан его характер. Почему это происходит? Потому что мы, наша душа, характеристики нашей души отражаются всегда на физике. Они всегда отражаются на физике. А что такое характеристики нашей души? Это сбор информации от души папы, от души мамы, значит, от души папы, от души мамы, свое, что уже наработали в предыдущих воплощениях, и от рода. И вот здесь мы коснемся еще такого очень важного момента, да? Мне тоже задавали этот вопрос. Вот там, допустим, ведьма задает этот вопрос, там, которая только начинает работать. Мои ученики тоже. Скажите, пожалуйста, как вот так вот мы работаем на кладбище с душами умерших? А вот, скажите, вот так будет лучше, если я подвинусь? Так я буду красивее? Вот. Значит, и куда вот эти души деваются, да? Значит, если мы с ними работаем, они что, не перевоплощаются, или как это все происходит? И кому вот, даже вот если просто вы, да, там, не занимаетесь видовством, выходите на кладбище к своим родственникам. Кому вы относите, да, там, цветы и так далее, если они перевоплощаются? Вот. И вот этот вопрос очень, ну, вот видите, даже стал идеальным. Очень часто задают. Я хочу объяснить, чтобы это все было понятно, потому что, ну, почему-то никто этого вопроса не касается. Видимо, не хотят касаться, может, кто-то не знает или не хочет касаться. Значит, что касается ушедшей из тела души? Часть души, часть души остается на земле навсегда, как энергоструктура земли, как подпитывающая частица для земли. Вот именно с этой частицей мы чаще всего и работаем. Значит, часть души идет в род, в котором вы находились. То есть, вы находились в каком-то роду, там остается частичка вашей души для ваших потомков в этом роду. Остальное уходит с вами. Что остаются, какие части? Это не запрограммировано. Это происходит каким-то образом так, что на земле, ну, по моим наблюдениям, да, опять же, потому что трудно с кем-то об этом говорить, никто об этом не знает, да, поэтому я говорю чисто по своему наблюдению, поэтому я не претендую, да, на, что вот я там вот только так и никак иначе. То, что я вижу, я вам рассказываю. Ну, вот, часть души, получается, которая остается на земле, остается та, которая больше с таким вот земным началом, с заземленным началом. Это различные наши инстинкты земного плана. Вот эта частичка остается на земле. А какая частичка остается в роду? Остается частичка в роду, которая связана с физиологией, с нашей внешностью. Какие наши вещи связаны с нашей внешностью? Это, прежде всего, здоровье. То есть, все аспекты, вы заметите, по роду всегда передается здоровье. И вот эти вот частички здоровья, то, что у нас прописано, да, в нашей матричной системе, они передаются по роду. У меня уже там есть в открытом доступе, посмотрите конференцию по ресурсным состояниям, я не буду этого касаться вопроса. Но это так и есть. Сделали порчу, значит, ее нужно снимать. К сожалению, порчи действительно делают, они влияют очень негативно. Значит, причем пробить можно практически любого человека. Если кто-то думает, что он такой весь неуязвимый, таких неуязвимых людей нет. Просто одного сложнее пробить, другого легче пробить. И поэтому я всегда тяготею за то, чтобы на каждом человеке стояла на роду, на человеке, на семье защита. И защит много не бывает. Чем больше их, тем лучше. Защита должна быть обязательно. Значит, и вот такой момент у нас получается. Мы касаемо рода. Нам нужно стать с вами. Вот мы живем в то время, это порча, да, если свекровь пожелала, орлана, это порча. Значит, мы живем в то время, когда мы способны понять и осознать, что такое род, что такое династия. Понять и осознать, как мы будем с этим работать и что мы оставим своим потомкам. А как это будет дальше происходить? И вот здесь встает такой вопрос. Когда мне говорят, это тоже очень частый вопрос, у меня не ладится отношение с папой. Или я его ненавижу, он там меня обижал. Или я там ненавижу маму, у нас нет общего языка. Что же мне делать, как мне с ними налаживать отношения? Наше сознание и память уходят с нами. Оно не остается здесь. В большей степени она уходит с нами. Но частичка сознания, конечно, микрос, частичка сознания остается и в той частичке души, которая остается в роду, и в той частичке души, которая остается на земле. Там есть часть сознания. И даже часть памяти есть. Но большинство уходит туда. Но частички маленькие не остаются. И вот, когда у нас встает этот вопрос такой, как быть, да, что делать, если мы с родителями не находим общий язык, то в данном случае нам же внушают, что без корней-то никак, а я вам говорила, что такое гнилые корни, это не очень хорошо. У нас есть вариант начать создавать свой новый род, значит, соответственно, отойти от этих родителей. Тогда мы будем строить, проращивать. Знаете, как вы тут от дерева отламываете кусочек, например, от черной смородины, да, есть деревья, которые там в кусты отламываешь, водичку ставишь, вот ива, например, да, она пускает корешки. И потом ты сажаешь это новое дерево или новый кустик. А отломали мы от материнского дерева. И это дерево, оно будет расти уже по-своему, хотя будет, конечно, иметь задатки этого дерева, но маловероятно, что полностью. И вот здесь вы обращаетесь к земле матери и к отцу небу. Вы просто встаете голыми ногами на землю и говорите, что вы хотите начать новый род. И обращаетесь встанье земля матерью, а отец небом. Таким образом вы начинаете взращивать новые корни. Теперь, что еще очень важно. У нас у каждого присутствует сила духа. Что такое сила духа? Она у всех разная. Нельзя говорить, что мы все одинаковые. Это тоже иллюзия. Мы все разные. Я сейчас уже неоднократно, вот недавно начала об этом говорить, но неоднократно говорила, что нас объединяет то, что мы все с вами находимся на земле. На одном теле, на одной матери мы находимся на земле. Независимо, в какой стране мы живем, в каком городе мы живем, это одно тело. Земля единая и целая. Ее разделили люди. Но, находясь на одном теле, мы все разные расы. У нас у всех есть свои плюсы, свои минусы и свое наиболее, будем так говорить, продуктивное, в чем мы можем развиваться. Потому что это заложено в этой расе конкретной. Нет чисто крова. Тех, кто вот чисто в одной расе, у него все воплощения были, да, таких нету. У тех, у кого в роду родом из одной расы, такого тоже нет. У нас произошло смешение рас. Это не очень хорошо. Потому что, если вы возьмете любую сказку и прочитаете, ну, просто внимательно, в сказках очень много ключей. И ведущие люди, я всегда советую, почитайте сказки, вы много чего узнаете. Вот сказки, народные сказки, это зашифрованные знания. То, как человек понимал те или иные знания, вы прочитаете, обдумаете и что-то для себя откроете. Учитесь мыслить. И здесь мы, когда смотрим этот момент, да, там в сказках есть, что там кто-то отдал там свою дочь, там, какому-то там за 3-9 земель, да. Почему он отдал за 3-9 земель? Это другая раса. Или там за 3 морей они куда-то уехали. Это другая раса. Но он отдал замуж, там, царь какой-то, почему-то, потому что он увидел у другого ту силу духа, которая нужна в его роду. Он поэтому смешал. Татьяна, я попозже повторю, я чтобы не отвлекаться. Вот. Он как бы их смешал для того, чтобы была сила в роду. Но сейчас происходит что при смешении? Да это уже давно происходит, да? Когда девушка, будучи, допустим, в славянской нежности, влюбляется в мужчину, там, азербайджанца, армянина или еще кого-то. И получается смешение, они разные. У нее отсутствует сила духа, она еще слабая, и у него отсутствует сила духа. И в результате получается смешение кровей. Возможно, получается, чисто физически достаточно симпатичные дети. Но имеются духовные достаточно серьезные проблемы, которые не решены. Потому что в каждой расе, в каждой расе, без исключения, есть понятие совершенства. Их расовой красоты. У славян, у индусов, у всех, у всех рас есть понятие совершенства. Своей красоты. Для каждого красота это разное, понимаете, понимание, совершенно разное. Кому-то красивы светлые волосы, кому-то темные. Кому-то красивый высокий рост, кому-то, наоборот, низкий рост. То есть вот какие-то такие аспекты. И поэтому смешение просто какого-то человека с каким-то, это беспородность. Это нужно понимать. Почему собака, если хоть раз, животное, которое ниже по уровню развития, чем человек, если оно хоть раз вязалось породистое животное с непородистым, у него уже будут некачественные щенки. Потому что мы должны выбирать очень четко себе партнера. И он должен быть духовно зрелым, духовно сильным. И постараться, чтобы это было в одной расовой категории. Не надо. И так уже намешано очень много. Ничего хорошего из этого никогда не получается. Я не против никакой расы, я подчеркну. Потому что я говорю, в каждой есть свои плюсы и свои минусы. Но это разный духовный уровень, разное понимание. И вот смотрите, что происходит. Значит, вот эта духовная сила, да, она откуда в нас? Она в нас, от наших прародителей. А нашими прародителями является божество. Значит, где таких найти, тоже будем говорить, да, Орлан. И, значит, и нашими прародителями является божество. Если далеко, 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 далеко ковнуть, это божество. Я хочу сразу пояснить, Бог не в понятии некого доброго дядечки. Такой, знаете, сидит, такой вот прям хороший весь, хороший. И мать такая же вся такая хорошая-хорошая. И мы такие дурачки, детки у них родились. Нет, это в другом понимании. Наши прародители обладали силой, силой духа. То, что можно назвать сейчас современным языком силой духа. И эти наши прародители произвели нас на свет, да. То есть они произвели нас на свет, там целые архи, да, божество сотворило Создатель, потом из этого еще сотворились и так далее. Но нашими прародителями мы условно будем считать именно тех божеств, кто завез нас как расу. Но теперь смотрите, что получается. У нас смешение разных рас. В каждом человеке, в каждом, без исключения, есть смешение рас. Значит, мы имеем разных прародителей. И отзываясь плохо о той или иной расе, мы отзываемся плохо о наших прародителей. Всегда. Когда кто-то говорит, там негры плохие, евреи плохие, еще кто-то. Каждая раса выполняет свою задачу на земле. Ее не зря сюда посадили. Поэтому все расы без исключения хорошие. В каждой расе есть как сволочь, так и хороший человек. И вот этот вот, да, Александр, сильный духом, он имеет эту силу от этих прародителей. Там уже татары с русским, мы уже касаемся под рас. Да, там это разные расы. Это уже можно считать, что разные расы. Это уже под расы, и все уже намешано. И здесь, понимаете, какой момент встает? Я считаю, что мы должны обратиться за силой, которой у нас нету, если ее нету, к нашим прародителям. Вот, видите, орланы русские, украинцы, евреи. Намешано у всех. И я очень смеюсь, когда... Да, мы родились в СССР, нас учили уважать всех. Я очень смеюсь, когда на моем канале Ютуба, там кто-то пишет, там, посмотрите, какие у нее пальцы, там, или посмотрите, какой у нее нос. Она еврейка, осетинка, еще кто-то там. Ну, в общем, кому только меня не привязывают, и начинают рассказываться по поводу этой расы. Ну, это, конечно, глупость, да? То есть это человеческая глупость, недоразвитость на самом деле. Вот, и смотрите, что у нас получается. Да, желтый, белый, красный, черный. Все хороши, каждый по-своему. Мы должны понять, обратиться к прародителям, ко всем сразу. Потому что большинство из вас, не понимая, какие энергии у него наиболее сильны. Хорошо, если вы понимаете. Но большинство не понимает. И отсюда начинается путаница такая. Значит, что можно сделать? Это очень интересная практика, и она очень рабочая. Вы распечатываете или рисуете, кто умеет рисовать. Ну, или там заказываете у кого-то фигурки. Это не суть. Значит, различных божеств разных наций. Но я бы так посоветовала верховных божеств этих наций. Тех божеств, прям можно залезть в интернет, в Википедию или куда-то. Сейчас, слава Богу, есть интернет. Значит, в какой нации, какое божество наиболее там, да, является там, воплощением всего. И распечатываете фотографию. Значит, кладете фотографию, сколько хотите их будет. Значит, кладете фотографию своей семьи, где все вы есть. Значит, это можно быть без родителей. Просто вы муж и ребенок там, допустим. Или вы муж там, да, то есть как вы это видите. Если у вас с родителями хорошие отношения, чужих, а если у нас народ, как и боги, то, что я вам говорила, то, что боги, да, не обязательно хорошие, у нас всегда все друг друга хотели уничтожить. Постоянно хотели друг друга уничтожить. И это будет происходить бесконечно, потому что в борьбе человек, к сожалению, растет. К сожалению. Поэтому есть такая тенденция, да, и когда человек не сильный духом, он начинает как-то вот вообще непонятно, зачем это делать. То есть вот как бы не надо позволять себя уничтожить, не надо принимать. Нам очень много чего навязывают, что вот эти вот плохие, а вот эти вот хорошие. Нас постоянно со всеми сталкивают лбами. Это политические игры, мы их не должны касаться вообще, мы их сейчас не касаемся, мы говорим не об этом. Мы говорим о нации, мы не говорим о правителях, которые между собой играют в политические игры, используя людей как мясо. Мы говорим о нас. Да, можно коллажей. Вот, но тут суть в чем? Значит, мы берем, значит, фотографию нашей семьи, кого мы хотим включить в этот круг нашей семьи, и вокруг этого круга, значит, религия тоже отдельная история, значит, выкладываем вот этих божеств. То есть у нас получается фотография, и вокруг фотографии у нас божества. И обращаемся просто своими словами. Обращаемся так, что наши прародители, и я вам говорю смысл, вы обратитесь своими словами. Я обращаюсь к вам. Каждый, посмотрите, пожалуйста, да, то есть, ну это вы сами сами, чья сила присутствует, чья энергия присутствует в нас. В нас это те, кто изображены в семье. Если вы один человек, вы можете просто свою фотографию положить. И дайте нам этой силы, которой не хватает. И ваши прародители, как это ни странно, откликнутся мгновенно. То есть из 20, из 30, из сотни фотографий срезонируют те, которые имеют отношение к вам. Которые имеют отношение к тем расам, которые проецируются в вас, в вашей семье. Понимаете, насколько это важно? Те, кто занимаются ведовством серьезно, могут проверить маятником, на кого сработает, и потом как бы обращаться к ним. Это очень важная практика, она не сложная, но она помогает почувствовать силу духа. А сила духа вам нужна для того, чтобы... Вот, замок рода, да, очень интересно, кстати, вы сделали калаш. Вот, сила духа вам нужна для того, чтобы поднимать рот. Рот поднимается через рот. Неспроста – это похожие слова. Очень неспроста. У нас у всех даже успокоение приходит через рот. То есть когда мы сосем материнскую грудь, мы успокаиваемся. Когда мы сосем соску, мы успокаиваемся. Почему мы грызем карандаши? Почему мы сосем пальцы или грызем ногти? Это успокоение. У нас очень явно выраженный инстинкт сосания. Это успокоение. Поэтому через рот у нас приходит информация, которая работает с родом. И то, что вы говорите, очень важно. Оно очень важно. Поэтому, когда вы это делаете, важно именно проработать аспект, понять, какие энергии присутствуют в вашем роду, и помочь им проецируется вас. Это сила духа. Значит, да, обратиться к своим предкам. Предкам для усиления, собственно, духа и духа рода. Но предкам каким? Не в человеческом теле, а… Ну, то есть не человеку, да, он тоже, Бог был в человеческом теле в том или ином. Я имею в виду смысл какой? Не к самому человеку вы обращаетесь, а к то, что мы считали божеством. Божествами. То, что является нашими прародителями. Те, которые завезли нас на землю и дали нам здесь возможность существовать. Я еще раз повторюсь, они ни хорошие, ни плохие. Они также воевали между собой. Тем самым росли. Вот. Но расти можно по-разному. И борьбу можно вести совершенно другого плана. То есть не уничтожая землю при этом. Но, к сожалению, в воинах богов было уничтожено большое количество части земли. Это очень страшно. А на самом деле борьба должна вестись совсем другим путем. Она должна вестись между людьми, которые нападают. И она постепенно иссякнет, и люди будут расти по-другому. Потому что нападение – есть слабость человека. Когда человек нападает на другого человека просто так, он тем самым показывает свою слабость. Он нападает на всякий случай, чтобы тот не напал на него. То есть он слаб. Он, по сути, вот тут что-то боится. Вот. Поэтому сейчас мы пока растем в борьбе, к сожалению. Так же, как это делали боги. Но мы можем расти иначе. И борьба наша может быть не связана с борьбой даже с другим человеком, а борьбой с самой собой, с ситуацией. Борьба не в плане что-то уничтожать, а борьба пересиливать это, переходить, делать шаг шире, да, препятствия преодолевать и двигаться дальше. Это тоже борьба на пути. И всегда я уже это говорила. Сила действия равна силе противодействия. Это из физики известно. Чем больше вы двигаетесь, чем больше вам идет противодействия. И вам дают и говорят «нет». А вы перешагиваете, идете «да». Это усиливает дух. Это такое испытание. И оно присутствует на земле всегда. Так, из-за плохих отношений с родителем мужа я не воспринимаю их род как свой род. Что делать? А не надо их воспринимать как свой род, если у вас не получается их воспринимать как свой род. Я в таких случаях, я вот только недавно начала, да, эту тему поднимать. Советую строить именно свой род. То есть простраивать именно свой род. Еще, знаете, такую интересную вещь для семьи, да. Вот взять корзиночку такую. Я приготовила вам показать просто корзиночку. Не знаю, видно, не видно. Ну, это обычная, на самом деле, плетеная корзиночка. Вот. И сюда, в эту... То есть она должна быть в форме гнезда. Видите, как бы углубление в ней должно быть. Не плоское она должна быть. И вот в эту корзиночку вам нужно сложить либо предметы, обозначающие... Спасибо, Екатерина. Либо предметы, обозначающие то, чем ваша семья живет, да, что для нее важно. Вот. Либо это должны быть бумажки. То есть вы на бумажках пишете, например, там, рисование. Это своими словами, там, допустим. Программное обеспечение, если кто-то является программистом и так далее. То, чем ваша семья живет, вы сюда кладете. Но вместе с тем вы кладете бумажки то, чем бы вы хотели жить. То, что бы вы хотели иметь. Но пока не имейте. Я имею в виду не финансовый даже только аспект. А финансовый тоже туда можно положить. А именно духовный какой-то уровень. Тоже туда вкладываете. Как это работает? Дело в том, что если вы положили туда то, что уже есть, и туда же положили то, чего еще нету, сила, энергия, корзина – это энергия гнезда. Все это вместе смешает и притянет. Понимаете, как это работает? Это очень здорово работает. Эту корзиночку ставите дома. Это очень важно. Кстати, к вопросу Екатерины, не к вопросу, а вернее к комплименту, что я прекрасно выгляжу. Это вот я сижу в платье из нашей новой коллекции, коллекции «Империя сильнейших ведьм». Вот здесь у нас вот, если не знаю, видно, не видно логотипчик нашей империи. Корона. Вот. Мы сейчас всячески продвигаем женщину как чин. Женщина, чтобы женщина наконец начала это понимать. Это очень важно. Вот. И хочу сказать, что в чине женщина совсем по-другому себя ощущает. Так. По поводу бесплодия. Вот. Правильно хотелось в детстве быть волшебником. Мы все, по сути, и волшебники являемся. Просто мы забили вот это зерно Творца, мы его закрыли 25 шапками, чтобы не чувствовать, не знать и не понимать. Спасибо, Валентин. Да, можно брать реальное гнездо из леса, птичьи, которые нашли. Только, ну, соответственно, не разорять самому, естественно. Так. Корзина. Есть символ. Да, гнезда. Корзина является гнездом. Так. Что тут? По поводу бесплодия. Значит, по поводу бесплодия это нужно будет написать на почту. Да, вот баня наверху доступен, нам София говорит. Корона не видно? Надо привстать. Пожалуйста. Я вот так вот сделаю. Видно? Вот. И платье на презентацию книги тоже из этой коллекции. Я надеюсь, что к концу осени мы ее полностью представим. С фотографиями божеств. Вы оставляете те божества, которые у вас резонируют. Если вы пока не понимаете, кто резонирует, то оставляйте всех. Пускай эти картинки у вас будут, они вам будут помогать. Те, которые вы чувствуете, если вы чувствуете, что эти не резонируют, а эти резонируют. Те, которые не резонируют, вы просто выбираете или кому-то отдаете для такой же практики. Вот и все. Значит, у нас сегодня как раз представляемый семинар «Женщина-богиня». Это как раз работа с детьми. Вот. Почта на сайте. Зайдете на сайте и посмотрите почту. Давайте мы сейчас на это не будем отвлекаться. Меня найти, по-моему, несложно. Достаточно обидеть в интернете Алену Полынь. И помимо того, где вы прочитаете, какая я плохая, вы прочитаете, какая я хорошая тоже. Вот. Значит, касаемо работы все-таки с потомками. Значит, мы сейчас больше все-таки будем касаться вопроса потомков. Ну вот, видите, стали платье носить. Это здорово. Вот. Касаемо вопроса потомков. Значит, наши дети, мы несем за них ответственность. Ответственность, она ответственность. Она идет ответ. То есть от некого ведания и знания. Да, размеры будут разные. Значит, от ведания и знания, как с ними общаться. Как их понимать. Потому что, когда мне кто-то из родителей говорит, вот мой ребенок такой нехороший, он меня не слушает, там куда-то полетел, что-то делает. А вели ли вы его с самого рождения? Или его вели другие социальные службы, такие как школы, сады? И ведь, понимаете, если раньше ребенка оставляли у бабушки, да, и бабушка была, ну, бабушка, которая что-то давала ребенку, то сейчас чаще родители могут дать больше, чем бабушка. То есть они быстрее включаются и осознают пространство, чем бабушка с дедушкой. И бабушка с дедушкой, наоборот, может, могут влиять за минусом. Вот здесь очень важно не сделать ошибку и не говорить ребенку, твоя бабушка хорошая, ты о ней плохо не думай. Или там они видят, что дед сидит, курит и говорит, ой, но твой дед хороший, курить это тоже, ну, как бы дедушка, он просто не может бросить и все такое. Ну, ничего страшного, что дедушка курит. Не надо делать иллюзию и обманывать ребенка. Помогите ему разобраться в том, что такое хорошо и что такое плохо. Если человек поступает действительно плохо, и он находится в вашем роду, будь то бабушка, сестра, брат, это нужно объяснить ребенку. Не нужно говорить, что в этом нет ничего страшного. Это страшно. Это нужно объяснить. И привести ему другой пример, где человек поступает с плюсом. Ребенок должен разобраться, что такое хорошо и что такое плохо. Ребенок должен уметь делать выбор между хорошо и плохо. Хорошо и плохо – это, конечно, абстрактные понятия, но как поступать в жизни, ребенок должен понимать на основании вашего ведения, а не на основании ведения школы, детского сада, института и так далее. Они не ведут детей правильно. Это социальные службы, различные социальные места, где детям просто забивают голову ненужной информации. Там не ведут детей. Вести детей обязаны вы. Раз вы их воспроизвели на свет, так будьте добры, за них отвечайте. Вы ведете их и после смерти тоже. То есть вы несете ответственность за них, когда вы уже и выходите из тела. Вы несете за них ответственность, потому что, да, большинство родителей этого не делают, но я хочу сказать, что если вы входите в состояние осознанности, то вы обязаны продолжать, будем так говорить, вести детей независимо от возраста. Сколько ребенку лет бы не было, 60 или 70, и после вашей смерти тоже. Очень важно, чтобы вы не несли в следующее свое воплощение жизненный крест, как некую тягу и так далее. Вы объясните своим близким заранее, что вам на кладбище ставить крест не надо. Пусть ставят памятник. Памятник от слова память. А крест – это крест. Это знак мучений. Крест – это знак мучений, который мы должны отрабатывать на земле. Не надо эти мучения переносить еще в другое воплощение. Нам достаточно других испытаний. Зачем их заранее на себя вешать? Этого не нужно. Это как клеймо, это вы ставите на себя печать. И здесь, понимаете, когда вы за ребенка несете ответственность, вот от и до, да, вы понимаете, где вы что-то сделали не так. Вы даете себе осознание. Научитесь признавать свои ошибки. Что если вы действительно что-то сделали не так, вам стыдно ребенку сказать, да, я был неправ, я сделал не так. А вы скажите, я был неправ, я ошибся. Ребенок должен видеть, что вы осознаете свою ошибку. Не надо с ними сисюкаться. Маленькие дети с грудничкового возраста начинают говорить и понимать на уровне том, на каком вы им объясняете. Если вы знаете, как называется это дерево, зачем вы говорите дерево, скажите, что это дуб. Зачем? Ребенок впитывает информацию совершенно нормально, адекватно, с маленького. И вот это си-си-си-си-си-сюк. Почему ребенок Рэ не выговаривает прежде всего? Потому что мы Рэ ему сами не говорим с детства. Мы говорим, тих-си-си-си-си-си-си-си-си. Мы вот начинаем с ним сисюкаться. Бесперерывно. Ребенок прекрасно, замечательно понимает, что вы ему говорите. Ему важны тактильные ощущения, ему важно, чтобы вы его трогали. Это важно каждому члену семьи. Детей, мужа, родителей, если у вас с ними нормальное отношение, нужно трогать. Вот, видите, сняли кресло. Да, ребенку просить прощения это нормально, если вы применились, если вы понимаете, что вы поступили неправильно. Вот у Орланы был вопрос, касаемо как-то найти таких мужчин, которые будут сильным духом. На самом деле это сложный вопрос сейчас для многих женщин. Потому что я говорю, что мужчина, он просыпается позже, чем женщина. Ну, так вот устроено. Если женщины сейчас стали просыпаться и стали замечать, да, там, то, что они не замечали раньше, то мужчины просыпаются, конечно. Я заметила это по своим встречам, что ранее мужчин было меньше. Сейчас они приходят, они просыпаются, они говорят достаточно сложные вещи. Но, значит, конечно, на их таких единицах, да, то есть такого найти сложно. Поэтому женщина не ждет, сидя, да, там на скамеечке, как многие нам рассказывают, что там сидите-ждите, принц явится. Я все время говорю, давайте включимся и поймем, откуда он явится. Ну, каким образом в ваш дом придет принц? Как вы себе это представляете? Это может быть кто? Это может быть сантехник, электрик, какой-нибудь строитель, кого вы вызвали домой. Он придет. Сам кто-то к вам принц на белом коне не прискачет, и дифирамбу под окном пить не будет. Зачем жить в иллюзии? Эти иллюзионные различные романы, это вот для, ну, дурочек, да, которые этого не понимают. Все пространство полностью, да, все нити пространства, они работают по определенной слаженной системе. Если где-то есть магнит, то то, что резонирует на этот магнит, пойдет к этому магниту, это естественно. Поэтому есть определенные женские практики, которые как раз простроены на то, чтобы магнитом притянуть человека. Но я сразу хочу сказать, что, скорее всего, тоже не проснется, но, естественно, мужчина позже просыпается. Скорее всего, у мужчин это все будет происходить сложнее. Ломкое будет длительное. Поэтому, если у вас уже есть какой-то человек, его нужно лепить. Вот то, что я вам сказала, то, что вы сделали с платком, привязали к себе, да, он появляется в вашем поле. Он начинает ощущать ваше поле, вы имеете на него влияние. Мужчина не воспринимает, ну, вот, видите, мясо, колбаса, шашлык. Вот мужчина не воспринимает информацию такого плана. Только так и никак иначе. Я права, остальные неправы и все такое. Мужчина такую информацию вообще не воспринимает. Для него это неестественная информация. Поэтому, видите, вот у кого-то уже проснулся. Поэтому ему нужно ее подсовывать в виде различных сказочек. И желательно перед сном. То есть, ты плоха та женщина, которая спрашивает мужчину, любишь ли ты меня перед сном? Она ставит под вопрос понятие, любит ли он ее. Если она ставит этот вопрос, значит, она ставит его под вопрос. Ему нужно говорить, ну, ты же меня любишь. Ваше утверждение должно засыпать с ним. То есть, засыпая то утверждение, которое вы ему напили, оно уйдет с ним в сон. И он проснется с этим утверждением. Все, что вам нужно, вы ему вносите в момент засыпания в виде уже готовой информации. Вот прям готовой информации. Не так, что это вы ставите под вопрос, а у вас идет готовая информация. Так и никак иначе. Вот таким вот образом она идет готовой. Если вы просто в жизни ему скажете так и никак иначе, он от этого начнет отникиваться. Мужчина такую информацию не воспринимает. Но в момент засыпания он захватывает информацию, которая ему нужна. Ему это вся нужная информация, потому что от женщины энергия, она течет к мужчине. И поэтому это нужная для него информация, он ее захватывает. Все зависит от вас, как будет просыпаться. Насколько у вас ниже по статусу мужчина, тем дольше вы будете его вытаскивать вверх. Но тащит всегда женщина. Мужчина не готов сам проснуться. Вся помощь происходит в основном от рук женщины. Если вы взяли намного ниже по своему статусу мужчина, это будет происходить сложнее. Но это будет происходить, если вы над этим будете работать. Это очень важно. Привет, мы уже тут передали. Давайте ваши вопросики. Были-были вопросики и исчезли? Ладно, тогда я по лазеру посмотрю, что вы мне пишете. Алена, мы вас внимательно слушаем. Ага. Вот вопрос по усыновленному ребенку из плохой семьи. Значит, по усыновлению тоже очень важный вопрос. Его нужно было коснуться. Значит, если вообще человек усыновляет ребенка, там, или удочеряет, ну, смысл в принципе один, да, там, из детского дома или из какого-то, ну, там, из другой семьи как-то так происходит и так далее, то ребенок несет программу того рода, из которого вы его взяли, и вашего рода. Ребенку крайне тяжело. Конечно, генетически он захватил аспекты того рода. Поэтому вот если тот род плохой, 100% без вопросов нужно отрезать. Этот род нужно отрезать. То есть, во-первых, вы можете просто написать понятие род ребенка просто на листочке, поставить ребенка и срезать ножом между ними. Взяли и срезали. То есть, ребенок, род, разрезали. Второе. Значит, вариант, можно положить белый хлеб на стол. Значит, чтобы он какое-то время полежал в столе. Это Божий престол. На столе всегда работаем магические практики различные. Значит, положили белый хлеб, чтобы он полежал на столе. Пусть полежит какое-то время. Значит, потом вы этот кусочек один отламываете и говорите, что вы не хлеб отламываете, а там обозначаете, допустим, род, там, из которого я срежу. Забрала ребенка. Прямо своими словами. Хопа. И вот этот кусок хлеба вам нужно скормить собаке. Не своей только собаке, а где-то на улице. А остаток хлеба, который остался, скормить ребенку. Ребенку, мужу можно вам поесть, в общем. То есть, вот так вот отломили. Хорошо это сделать на белом полотенце. Насчет пьющего мужа. Да, естественно, вы будете действовать без его ведома. Потому что, ну, спианный человек – это бесы. С ним нужно работать. Естественно, его избавлять от алкоголизма. Это можете сделать вы и очень много таких различных практиков. Потому что иначе родовые бесы перейдут дальше по детям. Можно написать род, если не помните фамилию. Сына, во-первых, Оксана, вы привязываете к себе вот платком. Вы уже увидите эффект. Да, то есть, какое-то время так поносите, прежде чем что-то будете говорить. А потом начните тактильные ощущения. То есть, как можно больше старайтесь сына трогать. То есть, то руки дотронетесь, то там погладьте по голове. Он вначале будет даже как-то, может быть, огрызаться на этом. И постепенно, постепенно вы придете к тому, что вот, собственно, он начнет вас слышать. На самом деле, в 17 лет, да, скоро у сына 17 лет, вы его просто не довели до этого возраста. Его, как и большинство детей, я не то, что вас обвиняю, так практически все, вела школа, соответственно, да, и общество, в котором он находился. А в школе всех под одну гребенку. Поэтому там человек не развивается. Маленький кусочек хлеба – это рот, который вы оторвали. Да, Орлан. Маленький кусочек – это рот, который вы оторвали. Вы ее отдаете собаке, а большой кусок вы съедаете сами. Если разные крови в роду, то может быть разные склонности к разным видам магии. Не могу лучше сформулировать. Ну вот, например, чтобы работать с рунами, желательно наркотическую кровь. Как выбирать, как узнать, к чему ты способен. Нет, смотрите, естественно, разные склонности, да. И потом понимаете, к чему вы способны. К чему вам тянет, к тому вы и способны. Человека тянет к тому, к чему он способен. К него к другому тянуть не будет. Если вы захотели рисовать, значит, вы будете рисовать. Если вы захотели заниматься магией Вуда, вы будете заниматься магией Вуда. Если вы захотели рунами, это не обязательно, что должна быть наркотическая кровь. Это совсем не обязательно. Если вы захотели, оно у вас уже сработает. А если у вас есть внутреннее желание, оно уже вас притягивает к тому, что вам нужно. Это себя чует, нужно понимать себя. Никто лучше не поймет вас, как вы сами. Ну, понятно, смерть ребенка, она просто привела к тому, что муж закрылся, может быть, еще где-то больше, потому что мужчины, в принципе, не такие устойчивы, как женщины. И любые, ну, нехорошие вещи, да, мягко говоря, они переносят сложнее, чем женщины. Они часто спеваются, выходят в депрессию и закрываются. Они более слабые. Постепенно его надо выводить. Это сложная система, но это нужно делать. Может быть, программа Оксаны «Ненависти к женщине» на дочке? Может быть, да. Это нужно анализировать, смотреть. Оль, вы относитесь и к тому, и к другому роду сейчас? К обоим родам сразу? Там уже в вас все смешалось. Если не хотите, вы не делаете, Орлан. Ни себя никогда не надо насиловать что-либо делать. Нас уже приучили с детства насиловать себя. Что мы не хотим учиться? Ну, учитесь. Мы не хотим это зубрить? Зубрите. Нас приучили к оценке нас. Нас оценивают. Нам дают оценку. Ведь понимаете, что происходит? Если человеку дают оценку в детстве, он приучается к чему? Ну, у него возникает комплекс, что его все время оценивает общество. Как я выгляжу? Правильно ли я сделал? Как я пошел? Там, да. Талия у меня сумка. И так далее. Человеку должно быть комфортно и хорошо самому. А он не должен думать, как общество к этому отнесется, да. Талия на нем одежда и так далее. Ему должно быть хорошо и комфортно в этой одежде, с этим макияжем, да, с этой сумкой, да. С этими действиями. Ему должно быть хорошо. Эта установка очень жесткая. Это очень жесткая установка. Она идет с детства. У всех, кто прошел школу. Нас же оценивали, нам ставили оценки. Естественно, эта установка оценочная. Что нас постоянно кто-то оценит. Когда вы чистите рот свой, вы можете почистить рот мужа. Это не значит, что вы обязаны это делать. Но лучше делать. Если двойная фамилия, автоматом это не происходит. Все равно это нужно делать отдельно. Синдром отличника – это вообще жуть, да. Это действительно жуть. Потому что те, кто зубрил, кидаясь красными дипломами, они, как правило, имеют очень сильные психические заболевания. Ну, потому что зазубренные знания – это не знания. Образование, оно должно быть образное, а не зазубренные знания. У нас с сентября будут программы для деток, специальный, обучающий, так что все смогут принимать участие. Правильно вас родители учили, но нужно делать так, как вам удобно. Не вовредь другим, но так, как вам удобно. Так, когда стоите в защите на тару, которую вы описываете в магии тару, можно вместо красной ткани использовать свою одежду, черного цвета? Да, да, можно. Да, чистка обоих родов, по отцу и по матери, еще род биологического отца, моего биологического нового дедушки, так как это все не говорили, информация минимум. Ну, информация по роду появилась вообще недавно. То есть это, вообще, понятие род всплыло совсем недавно. Поэтому, конечно, наработок в этой области немного, честно вам скажу. И поэтому каждый пытается как-то что-то сделать настолько, насколько он может это сделать. Вот, видите, а вам говорили, люди скажут. А какая разница, что люди скажут, да? Не выделяйся, вот эти все аспекты. Зачем ты выделяешься, да, и все такое. Это неестественно. Человек должен вести себя так, как ему комфортно себя вести. Нет, разрывать, Наталья, ничего не надо. Если вам комфортно с этим человеком, разрывать уже ничего не надо. Просто изначально, когда вы начинаете с кем-то общаться, да, то есть вы должны видеть, насколько вы похожи. И у вас, и у него могут быть смешения похожих рас. Поэтому вам комфортно. Если вы совсем не похожи, а ведь такое бывает очень часто, что люди вообще не похожи, я имею в виду не внешнюю схожесть, да, я имею в виду, что люди не похожи по уровню развития слишком сильно, по своим интересам слишком сильно не похожи, да. Поэтому очень часто бывает приклонность из-за того, что разные религиозные системы, потому что там навязаны догмы, да, что человек это так делает, а это так, и начинают из-за этого ссориться. Поэтому сейчас уже что разрывать отношения? Здесь не надо. Да, это сильно орлан мешало жить. Очень сильно мешает жить, когда мы задумываемся о том, как на нас смотрят люди. Как чистить рот хлебом? Вы берете хлебушек белый, сами покупаете его, приносите домой, разламываете его, ну, как разломалось, да, правая сторона – это мужской рот, а левая сторона – это женский рот. Начинаете скатывать, значит, ну, маленькие катушки, да, семь с одной стороны, семь с другой стороны. Значит, пока вы катаетесь с правой катушек, да, если с правой стороны начинаете, там не важно, с какой вы начали, вы говорите, чищу рот по мужской линии, первое колено сложили, второе берете, чищу рот по мужской линии, второе колено и так далее. И вот так вот вы там одну за другом, да, там делаете, делаете семь с одной стороны, семь с другой стороны. Значит, потом собираете, несете птичкам кормить, не водоплавающим. Значит, смотрите, если птички съели нормальный, вороны не прилетели, значит, все получилось. Если прилетели ворон или птички не съели, надо переделывать. Остаток хлеба относите под деревом. Татьяна, нормально объяснила? Понятно? Так, вчера видела вас во сне, вы были за рулем, а круглую красота. Автомобиль большой, я хотела видеть, открыть, посмотреть, что там снаружи. Дверь тяжелая, что бы это значило? Ну, по-своему, я люблю гулять. Когда человек снится за рулем, сам себе или кто-то за рулем, это говорит о том, что человек ведет что-то. Значит, что у него идет движение, где он является путеводной звездой в этом движении. Хорошо, что вокруг все было красивое. Дверь тяжелая, тяжелые знания. Чтобы попасть ко мне в автомобиль, надо что-то знать. Так, если муж не общается со своими родителями, это сильно влияет на нашу жизнь? Нет, это не сильно влияет на вашу жизнь. Вы можете своими прародителями общаться, как я уже говорила. Можете обращаться к божествам, можете просто обращаться к матери, к праотцу. Можете обращаться к земле матери, к отцу небу. Это не сильно влияет, не настолько сильно, насколько вам это внушает. Как-то это влияет, конечно, безусловно. Но если не общается, значит, на то есть, конечно, какие-то причины. Правильно? Просто так чуть не будет оборвать связь. Это с чем-то связано. Возможно, с ними невозможно общаться. Это каламбур, возможно, невозможно. Вот. И это влияет негативно на него, это общение. Поэтому он не общается. На родителей, которые установили ребенка, есть ли какие-то изменения? А на родителей, которые установили? Да, на родителей тоже влияет тот ребенок, которого они установили. Так, Алена, когда платком села накачиваешь, ничего говорить не надо. Алена, вы сказали про памятник. А в нем фото можно вставить или правильно образ? Подскажите, пожалуйста. Можно в памятник вставить фото, можно образ. Можно вообще делать полностью памятник, как видя какой-то образ вообще, не человека. Как это видят? Так, а если я крещеную, то получается, какой рот я чищу? Вы чистите свой рот. Тут вы чистите свой рот в любом случае. Тут вы свой чистите рот. Это вообще без вопросов. Вы имеете в виду крестных? Нет, вы не их рот чистите. Именно свой. Снимала не один раз, не до конца порчи. Знаю, что бабушка и дедушка по маме на линии мамы умерли от порчи. С родителем были очень хорошие отношения. Меня родители любили, я их любила и почитала. Люблю их сейчас, хотя они ушли в мир иной. Благодаря вашим видео я много начала понимать. Это замечательно. А сейчас очень хочется знать свой рот и наладить с ним общение. Спасибо огромное за вашу информацию. Она очень нужная для меня. Но я надеюсь, что она нужная. Стараюсь говорить по делу. Но надо доснимать. Если вы чувствуете, что порчи есть, ее нужно доснимать. Я вам сейчас скажу, есть такая вот стандартная схема, да, снятие порчи, например. Вы можете написать, что вы изгоняете порчи просто на листе. Своей кровью этот лист смазать, присыпать солью черной или полынию и сжечь. Так, чтобы окно было чуть-чуть приоткрытое, чтобы дым уходил. И прямо когда горит, вы это приключите. Это должно прямо вот орать, да, там, плевать на соседей. Вы себя чистите. Опять же, не думайте, кто там что подумает. Изгоняя вон, да, прямо вот выкрикиваете. Уходит, да, с дымом уходит, дым дымом еще носит. Значит, потом вы пепел относите на перекресток, там оставляете монетки и говорите, иди туда, где люди не ходят. Или иди к тому, кто сделал. То есть, любую порчу надо дать зону притыка, чтобы она не повисла, не болталась, кому-то не прицепилась. Ей надо дать зону притыка. Поэтому, если вы делаете какой-то обряд изгнания, вы всегда говорите, что иди туда, где люди не ходят, или иди к тому, кто сделал. Это зона притыка. Так. Если у него негативный характер, значит, жизнь родителей и будущее становится хуже. Да. С ним надо работать. Если у него такой характер, с ним надо работать. По поводу привязывания, кстати говоря, ребенка, который усыновленный к матке. Это тоже работает, хотя матка его не носила. Потому что понимание материнства в матке очень сильно развито. Послабее работает, чем тот, кого матка носила, но тоже работает. Сон приснился, как я что-то вдохнула, как искусственное дыхание урода, так интересно. Это энергия. Как чисто чистить хлебом рот? Ну, пока не дочистите. Когда увидите, что птички все съели, значит, чистить уже не надо. Кстати говоря, двойные фамилии, имена – это энергетические структуры, которые тоже очень сильно влияют. Лучше, где люди не ходят, так как если из вашего рода идет, то пупок загнить может. Да, лучше, где люди не ходят. В смысле, относить, где люди не ходят? Относить можно куда угодно. Вы же не подклад делаете, не золото кладете, что люди заберут. Порча от онкологии. Да, порча от онкологии. Вы пишете, что отрекаетесь от этой программы, от этой болезни. Кровью мажете и сжигаете. Раз в 9, не меньше делайте. Любые программы, связанные с родом, с прошлым, делаются по субботам. Говорил, что в прошлым был убийца, меня это пугает. Сын. Ну, понятно, с ним надо очень серьезно работать. Привязывайте к матке, работайте с ним всячески. Очень много практик, различных именно с детьми. Что касается детей, вот как раз женщина-богиня можно посмотреть. Ну и плюс, вот мы будем встречаться, да, 7-го числа, тоже работа с детьми. Как слышите про черную и белую магию, сразу смешно. Ну, это хорошо, что вы стали понимать, что магия не делится на черную и белую. Магия есть магия, она многогранна. Она имеет кучу различных оттенков, как радуга, да, имеет много оттенков. Это все, радуга, это что? Это, по сути, письма солнца нам на небе. Она имеет много оттенков. Обиду на маму. Если вам тяжело ее убирать, насиловать себя не надо. Не надо ее просто убирать. Ее надо выписать, выписать на бумагу, неоднократно, лучше по субботам, и сжигать. Но убирать ее как-то искусственно, загонять. Искусственно-то вы загоняете ее внутрь, она остается. Вы ее просто загоняете внутрь и не позволяете себя о ней думать. Ой, ну я прям ваш спаситель. Запись сказали, что будет. Я хорошо, я спаситель многих, мне от этого приятно. Это, наверное, мой смысл жизни. Правда, я пришла землю спасать, а оказывается, что людей спасаю. Ну, собственно, вы же живете на этой земле. Так. Так, снился сон, как я ищу мужа. Он все время во сне куда-то пропадает. Что это значит? Это значит, что энергетическая связь может рушиться. Вот видите, вы со мной жить начали. Ну вот, значит, я делаю нужное дело. Рушится связь у вас энергетическая. Это очень плохо. Привязывайте ее платком. Лечить от алкогольной зависимости в смысле как? Вопрос, да? Там очень много подходов. Значит, один из важных подходов – это сливка на воск. Потом я еще очень часто тоже говорила, еще раз повторюсь, может, вы не слышали, Светлана, касаемо алкогольной зависимости. Если вы кого-то лечите от алкогольной зависимости, вам пить нельзя ни в коем случае ничего. Ни в коем случае. Когда мне кто-то говорит, вот мой муж сволочь там напивается, а вы пьете, я спрашиваю. Я нет, я только чуть-чуть по праздникам. Это тоже зависимость. Она просто у вас идет не, получается, тогда не такая, да, что вы постоянно там пьете. Она у вас идет от праздников. Вот. Поэтому, ну, это тоже зависимость. Только в этом случае можно лечить отливка на воск обязательно. Чистка нужна обязательно. Вот. И потом вы уже включаете другие программы. И родовые программы чистите параллельно. И плюс ко всему есть такое замечательное растение, как корень копытиня. Вы берете, само растение копытиня называется, вы берете корень копытиня. Но оно продается в аптеке, там есть дозировка, она подливается в алкоголь. У человека получается апатин, пить его уже не может. Только вы подливаете не столько, да, сколько вы захотели, а сколько прописано там. Да, снять алкоголизм можно, но если все братья пьют, будет сложно. Я бы посоветовала начинать новый род. Ну, хорошо, что моими стараниями вы тоже что-то для зимы делаете. А меня, как вспомнят при мне усопших, они возле меня встают, что-то говорят, куху прикасаются, и они, слушай, очень хочется с ними работать. Это какая практика? Это медиум практика. Да, с усопшими можно общаться, это очень интересно. Если мужчина не пьет два года, он освободился, это не факт, может вернуться. Такое тоже, к сожалению, бывает. Нужно его подвязывать к матке, чтобы он был подвязан на вашу энергию, да, то есть в вашем поле был, чтобы вы его могли управлять. Ну, хорошо, что я подаю правильную информацию, я все время думаю, понятно ли я вам рассказываю, стараюсь все так понятно разжевать. Ночное недержание мочи у ребенка – это страхи, это внутренние страхи, которые ребенок в течение дня забивает как можно глубже, а ночью они высвобождаются. Вот, это то, с чем ребенок не смог справиться. Я бы посоветовала еще, помимо отливок на воск, повыписывать эти страхи. То есть сказать ребенку, нарисуй, например, чего ты боишься, или нарисуй там, или напиши, что тебя беспокоит, я читать не буду, потом мы это сожгем. То есть его может пугать то, что вы это прочитаете. Вот таким образом можно с этим тоже работать. Спасибо, Елена. Попытка покончить с собой. Да, это тоже передается по наследству. Видите, по женской линии у вас здесь очень сложно, с этим тоже надо работать. То есть нужно это выписывать и это сжигать. То есть что вы, любое выписывание, когда вы не просто думаете, а выписываете, говорит о том, что вы это осознаете. Осознанная программа – это уже ее решение. Переследить за своими учениками, а кто? Нет, чтобы попасть на встречу седьмого, оплачивать каждого ребенка не надо. Вы оплачиваете только себя. Детишек платить, за детишек платить не надо. Воск после отливки вы относите, заворачиваете в пакет, относите в помойку, у помойки оставляете конфетки, говорите духом помойки на сидение негатива, а воду уливаете в унитаз, руки моете по локоть колодной водой. Так, ну вроде вопросов у вас больше не осталось, да? Все понятно. Вот еще раз повторюсь, у нас есть семинар «Женщина-богиня» очень интересный. У вас там ссылочку покажет, да, София, где чего перейти. Кто не знаком, может приобрести ознакомец. Там практики именно работы с детьми. Смотрю, что у вас, все ли понятно. Так, все понятно, вопросов, я так поняла, больше нет. Значит, что касается этой встречи, вы также можете у меня на форуме задавать потом вопросы, которые у вас потом возникнут. То есть сегодня не возникли, а потом возникли, когда вы это все осмыслите. Вот так как запись будет, вы сможете это осмыслить неоднократно. Так, вы сказали про отливки на мозг, что делать, если стабильная верхняя часть, стабильный профиль человека сущности выходит. Значит, это может, смотря что вы спрашиваете про отливки, что вы спрашиваете, это может быть выходить и как сущность, да, или может выходить как порча, или вообще все что угодно может выходить. Потому что вы можете спрашивать все что угодно при отливке. Что вы спрашиваете, то и выходит на воски. Это надо анализировать. Вы можете мне фотографию прислать на форуме, мы посмотрим. Елена, хорошо, что если эти знания идут на пользу. Так, еще давайте мы с вами, что мы с вами можем еще побеседовать, на какую тему. Пока я с вами, какие вопросы у вас есть, то вы мне пишите, пишите, пишите. Я, честно говоря, не успеваю отвечать, но очень стараюсь. Так, Ольга вот пишет, она снимает порчу. То есть вы говорите, что снимаете порчу. Значит, лицо в данном случае обозначает именно того человека, кто сделает эту порчу. Если ребенка кусает домашняя собака, Сонь, постоянно, в смысле, в виде игры или как? Вопрос не совсем. Как подобрать подходящего партнера? Ну, смотрите, во-первых, что касается подходящего партнера. Помимо чувства любви, нужно понимать, любовь это или физиология. Значит, обычно, ну, в таком юном возрасте, девушка партнера не в состоянии нормально выбрать. Потому что она реагирует эмоционально именно на мужчину, как на объект со своего, будем так говорить, удовольствия. Хорошо ли ей с ним? Именно в большей степени в сексуальном плане, к сожалению. Поэтому, когда страсти угасают, они оказываются вдвоем у разбитого корыта. Потому что сексуальное влечение, оно не вечное. Тем более в наших семьях, которые сейчас, оно, к сожалению, не вечное. То есть состояние любви же, как это на самом деле называется, состояние любви и желание дарить какую-то радость, дай гармонию партнеру, оно быстро иссякает. И вот эта вся страсть, вся эта иллюзия уходит. И мы остаемся у разбитого корыта в данном случае. Поэтому с партнером у вас должны быть прежде всего дружеские, понимающие отношения. То есть вы должны друг друга слышать и понимать. Если на первых порах, вот я, допустим, там, я делаю привороты, я знаю такой момент, да, что вот уже люди только начинают встречаться, а у них уже непонимание. Вот он меня не понимает, он меня там не слышит, он еще что-то. Это уже ненормальные отношения. Я бы не советовала строить отношения с таким партнером. Отношения прежде всего должны быть построены на дружбе, а уже потом все остальное. В виде игры был, а потом начал со злом рычит, хотя он пес очень добрый. Так, что-то ему не нравится. Ребенок должен начать его кормить. Нужно проинализировать на каких-либо оракульных системах, что происходит. Собака просто так на ребенка никогда не рычит. За исключением тех собак, которые чувствуют себя детьми. К этим породам относятся, например, чихуахуа. Они себя считают детьми, они детей воспринимают именно таким образом, что ребенок, ну, как мешает, как ревность возникает. Можно ли как-то подключиться к банку, в котором у тебя счет карты, как к эгрегору, чтобы подпитываться денежкой. Дело в том, что карта, любая карта банка, она, в принципе, что? Она электронные деньги. Электронные деньги наоборот. Семинары есть практически даже по-любому. Там все очень практически рассказано. Такое есть, да, по стичь равнице. Вот. И все дело в том, что эта карточка, она показывает как бы электронное, да, вот это состояние электронных денег. Это не очень хорошо. Деньги лучше осознавать физически. Поэтому через карту я не пробовала работу, не могу вам говорить. Ну, овчарка, да. Тем более, что овчарка, она вообще как бы защищает обычного ребенка. Здесь надо именно анализировать, просматривать конкретно вашу ситуацию. Так. Меня крестили в три года. То ли бабушка, то ли мама. Не помню. Это плохо? Ну, что значит плохо или хорошо? Это уже произошло теперь. Имеет место быть. И вы под христианским эгрегором. Ирина, и вам спасибо за такие слова. Собака обнаглела, ведет себя неестественно. Да, это надо анализировать. Почему? Слишком много сплю по выходным, не могу заставить себя встать по будильнику до 12. Будильник звонит, а я на него не реагирую. Как с этим бороться, не знаю, очень от этого страдаю. Вообще, смотрите, правильный сон. Вот я хотела этого вопроса коснуться, он очень интересный. Вообще, естественный сон для человека, который живет в нормальном, естественном ритме, у нас сейчас таких нет. Это я вам просто рассказываю для общих знаний, для вашей старости, дай бог, к ней чего-то изменится. Вот, потому что сейчас у нас тех, кто живет в нормальном ритме, положенном для человека, ну, практически не осталось. И вот, смотрите, что у нас получается. Правильный сон для человека. Когда человек ложится с заходом солнца, то есть заход солнца у нас происходит в разные сезоны, в разное время, в разных странах, в разное время. Видите, какой тут, да, анализ? Он ложится с заходом солнца, то есть потемнело, показывает, что пора спать. Он ложится с заходом солнца, где-то в середине ночи он просыпается, и часа 2-3, иногда час, да, от часа до 3 часов он тратит на творчество. Потому что это самое продуктивное время. Если вы проанализируете, то когда человек просыпается где-то в районе с 12 до 3 ночи, вот это самое продуктивное время для творчества. И дальше он опять ложится и засыпает. И просыпается он с рассветом. Рассвет происходит тоже в разное время, ну, по-разному, да, поэтому я всегда говорю, школа для детей еще опасна тем и сад. Что его будет рано, когда еще темно, и дальше этот школьный сад ломается полностью иммунитет. Мы находимся сейчас на том уровне, когда компьютеры, интернет и так далее, но мы продолжаем детей таскать в школу с вот этими ужасными учебниками, да, сажаем их вместе с теми, кто уже деградирует личности и так далее, и всех подгибаем под одну гребенку. Хотя на самом деле вполне продуктивный ребенок мог бы заниматься по интернету, просыпаться тогда, когда его организм требует проснуться, вести, слушать лекции учителя, которые записаны в интернете, отвечать, тестируется на вопросы. Совсем замечательно. Если мы уж не говорим о нормальном образовании, где ребенок образовывается общим, то хотя бы то образование, которое сегодня есть, чтобы не мучить ребенка, можно было бы сделать таким образом. Но никому это на самом деле не надо. На творчество где-то от часа до трех часов идет вот этот перерыв. Потом человек засыпается, естественным путем просыпается тогда, когда рассвет. Но сейчас, да, когда человек работает там с утра до ночи, пашет как лошадь, получай копейки, у него нет такой возможности, да, то есть вот вести такой размеренный образ жизни. Вот, поэтому, к сожалению, по сну вот таким вот образом происходит. Говорят, что человек сам творит свой мир, а что он верит, то с ним происходит. Вы с этим согласны? Отчасти да. Если у человека есть сила творить свой мир, он будет его творить. Если этой силы нет, то нету. Но ресурсы у всех на это творение разные. Так, с детства крестили, а недавно я осознаю именно реклаз в родноверии, под каким я и Грегором. А вы под всеми сразу, и Грегорами. Дневники на форуме мы открывать не будем. Это было, если вы просто забыли, Апостолин, это был, будем так говорить, конкурс. Он был временный, просто все это дело затянулось, и у нас весь форум перетянулся в дневники. И мы не пишем в различные другие места, да, и об этом не говорим. Это очень важно, чтобы мы были по всему форуму, чтобы мы писали на разные темы, а не концентрировались на чем-то одном. Вот, поэтому мы их пока временно закрыли. Но у нас впереди есть новые видения. Я вас поинтригую чуть-чуть. Буквально очень скоро. Произойдет очень много всего нового и очень интересного. Значит, и поэтому вы не будете скучать. Значит, если каждое утро в 4 просыпаетесь, тут же опять засыпаете, то еще это воздействие. Не обязательно, но вполне возможно. Есть кошки, которые не принимают моих внуков, не дают им себя гладить, бьют лапы кошки шотландские веслоухие. Ну, кошка вообще, будем так говорить, в отличие от собаки, животное с характером, оно действительно может не принимать. Так, Алена, можно ли как-то сделать отсекание или разрыв от своей крестной мамы? Крестилась в возрасте примерно 22 лет. Нет, отсекание, я ранее говорила, или разрыв с крестной мамой может послужить… Ну, я это тоже анализировала, что вы нападаете на христианские грызгеры, а это всегда за минусом. Ну вот, заинтригованную, видите, Елен. Имена при крещении разные. Ну, соответственно, вообще человеку лучше иметь много имен. Потому что имя – это ключ к человеку. Если у нас наше имя все знают, это очень плохо, нужно иметь много имен. Знаете, да, как имя себе именно речения сделать? Это не обязательно идти там к славянам или еще к кому-то, отрекаться от какого-то эгрегора. На макушку вам нужно, я это рассказывала, просто в конференциях, может, кто не слышал. Вы берете траву, которая у вас ассоциируется с силой, мешаете в воду, ну, в воду ее кладете, мешаете ложкой, заговариваете, что там вы на силу это делаете, но вы имя наносите, и бьете просто на макушку. И говорите, нарекаю себя там именем таким-то. Таких имен может быть много. Но очень важно, чтобы эти имена были у вас связаны именно с силой, то есть ассоциировали с силой. Брат пьет. Надо анализировать, почему брат пьет. Это серия ритуалов «А вам нельзя пить». Свекровь разбила семью, поссорила с сыном, и я все пытаюсь ее угодить. Что это со мной? Почему идет такая зависимость от нее? Ненавижу ее, ненавижу себя в таком состоянии. Она сильнее вас энергетически, она вас подавляет. Очень понравилось, сегодня с вами пообщалась в живую. Благодарю вас и сил вам, и нам в нашем деле. Ну, хорошо. Так, так, приключения мы прочитали. Имен приключений у меня два. Ну, понятно, это хорошо, что у вас несколько имен. Просто не забывайте, читайте. Это хорошо, читайте форум. Будем писать еще больше, будут нововведения. Так, в зависимости от форума. Это, наверное, я вас гипнотизирую. Так, да, именно речь можно. Да, да, Орлан, можно именно речь. Любая трава является травой силы, если она у вас ассоциируется с силой. Крапива вообще мощная трава, это трава перуна. Да, и особенно мощная она в грозу, я об этом писала. Нет, во время беременности силы платком набирать нельзя. Для вас может быть чабрец травой силы. Вполне любая трава может быть травой силы до тех пор, пока она в вашем сознании является травой силы. Заговор для улучшения памяти. Я вообще за то, чтобы вы заговоры учились составлять сами. У меня на эту тему есть семинар, поучитесь. Потому что, ну, заговор это что? Это просто правильный составный текст. Все. Людмила, помочь тебе и своей семье вы, конечно, можете. И вообще, если у человека нет смысла жизни, ради чего он здесь находится? Рад чего вы здесь находитесь? Поесть, попить? Вы же находитесь здесь с какой-то целью. А цель из земли – это умение материализовать, прежде всего. Поэтому нужно уметь материализовать. Если вы умеете материализовать, а материализация различных желаний – и это тоже, да? То есть вы тогда живете с целью, как и когда обращаться к своему ангелу-хранителю. Ну, это ваши помощники в разных религиях, они называются по-разному. Вам нужно для начала научиться его чувствовать. Потому что, вот, смотрите, что интересно. У нас сейчас все учат медитацию в различном. И на различных тренингах у нас сейчас очень модно. Человек две минуты рассказывает, потом час ведет с вами медитацию. Можно ничего не говорить, а просто сказать, медитируйте, дорогие. Я посмотрю, как вы... Медитация на самом деле что? Это зернышко Творца, которое находится внутри вас, микрозернышко, да? Когда вы его проецируете в разные миры. Вот это и есть медитация. Это наука. Это глубинные магические знания. И медитируется всех подряд просто, потому что я сказала, поехали туда, сделаем так. Но учить невозможно. Поэтому тоже на эту иллюзию не поддавайтесь. Что касается ангела-хранителя, как раз я вот к этому говорю, что когда вы чувствуете зерно Творца внутри себя, вы от него протягиваете, проецируете луч и ощущаете существо, которое находится рядом с вами. И обращаетесь к нему за помощью. У всех они эти существа разные. Это не обязательно какие-то существа с крылышками, как вы по себе представляете. Но для многих так проще представлять. И, как правило, наши помощники являются в том образе, в котором мы их не боимся, в котором мы их понимаем. Потому что человек так устроен, что если он кого-то видит, кого он пугается, соответственно, он не воспринимает от него информацию. А, Валентина, а что искать смысл жизни? Смысл жизни – умение материализовать. Мы на землю приходим для того, чтобы научиться материализовать. Осознанное сновидение лучше всего помогает развить Жасмин, по моим ощущениям. Латко тела, которое будет в конце июля, можно будет с собой работать или только с другими? Только с другими. Сам себя поладить, к сожалению, свет, невозможно. Вот так, к сожалению. Вот я тоже из-за этого очень мучаюсь, да? То есть, как бы, я сама себя поладить не могу. Но, на благо, у меня есть дочь уже взрослая, которая может меня поладить. Так. Хотя она не очень любит этим заниматься, у нее все-таки более тяжелая энергия. Она посильнее, чем я. Так, у мамы прогрессирует рожа на ноге, уже более шести лет. Как ей помочь? Приступы, дрожь, темп, 40, нога красная, пухая. Ну, это заговаривать все не надо, это надо ногу заговаривать. А вообще, конечно, лучше анализировать, смотреть, из-за чего это, то есть смотреть фотографии. Светлана, я общаюсь не только с ангелами, но то, что вы называете ангелами, с ними я тоже общаюсь. Так. Да, такие, которые похожи на импланетяна, это тоже существа, которые нас окружают. А почему можно носить два оберега вместе, если вы чувствуете себя комфортно с ними, если вам комфортно с ними? Мы же все очень разные. Каждая, то, что мы одеваем на себя, одежда, украшения какие-то там либо, да, это все проецирует нашу микровселенную, да, то есть оно проецируется в нашу оболочку. Поэтому то, что мы одеваем, это очень важно. Так, приснился сон, я иду по дороге, вдруг провалится земля, я вижу подземелье. Там светло как огнем, и свет ярче солнечный. Я заглядываю туда, мне хочется опуститься, но понимаю, что если туда опущусь, то больше не выйду. Откуда это к чему? Это вы увидели другие миры. Степанова, это же вымышленный персонаж, на самом деле это народная магия. И до какого-то времени, я вот рассказывала на книге «Силы», да, то есть на презентации, до какого-то времени эти загры очень хорошо работали. Они основаны на христианском игре, это народный промысел. Просто Рипл Классика сделал это под псевдонимом Степанова, выпустил. Вот, но на самом деле это народный промысел. Как народные сказки выпустить под моим именем? Я такое единство не знаю, Свет, извините, ничего не могу сказать ни хорошего, ни плохого. Вот, выпустила, значит, под именем Степанова, ну, то же самое, что я сейчас выпущу, да, там, какие-то русские народные сказки. А это сказки Алены Полынь, да, вот, и как вы к ним относитесь? Конечно, вы к ним относитесь хорошо, потому что их писал не я, вот, прежде всего, да, уже, потому что это народный промысел, он всегда мудрость, да, то есть если я могу ошибиться, мудрость народная, когда много голов сразу, оно точно не ошибется. Вот, поэтому, если говорить вот именно об аспекте заговоров, то лучше, конечно, делать уже заговоры такие более сильные, современные. При помощи платка притянуть работу, можно даже не только при помощи платка, а при помощи юбки. К приподам, юбку поднимайте таким образом, чтобы у вас получилось, ну, как вы приподнимаете подол, чтобы получилось, что к подоле можно что-то взять. Кладете туда конфеты, мешаете конфеты рукой, говорите, что на хорошую работу, а потом этими конфетами угощайтесь. Придет хорошая работа. Да, очередь большая на посвящение, да. Я посвящаю сейчас не всех, я объясняла, на эту тему есть конференция, посмотрите, мы сейчас просто не о посвящении говорим, к световой косметологии. Значит, смотрите, что такое световая косметология? Это проекция определенных энергий на кожу человека. Чтобы их проецировать через себя, мастер должен обладать определенным уровнем. Я могу вам сказать, обидятся на меня или не обидятся, я не знаю мастеров таких уровней. Не просто потому, что я их не знаю, их на самом деле сейчас, на данный момент, из живых не существует. Проекция своей грязи на вас ничем хорошим, как правило, не заканчивает. Есть другие практики косметологии, включая хирургию косметологическую, будем так говорить, энергетически проецированную, она ножом делается, я вам это тоже покажу. Это совсем другие практики. Но работать как световой косметолог таким образом, как они сейчас работают, это вред вашей коже. Катур для защиты у каждого своем, вот у каждого совсем своем. Сон был о том, что на небе все знаки зряков стали вращаться, полетели кометы, они стали взрываться, как салют. Но я понимаю, в чем ваш сон будет, это просто не был, вернее, не для прямого эфира. У нас отличная встреча будет еще шестого среди посвященных, да, во имя Матери-Земли. Она будет и на конференции, и будет такая встреча, она безоплатная совершенно, не подумайте, что я там какую-то рекламу провожу. Вот, значит, я просто к тому, что всем нужно приехать, кто посвященный, потому что это серьезная практика, во имя Матери-Земли будет. С собой берем молочко. Те, кто будут на конференции в этот день, в 19 часов начнется конференция, для тех, кто находится в дальних странах и городах, потому что ближайшие должны, я повторяю, подъехать, вот, они должны подготовить глобус, можно небольшой, и логотип империи. Значит, на форуме открывается закрытый раздел для посвященных, заявки подаются только с фотографиями, идет идентификация личности. Это разово происходит. Сразу скажу, чтобы не было обид, не все посвященные смогут войти в этот раздел. Я буду отбирать тех, кто имеет возможность туда входить, потому что не во всех, я пока уверена. Вот, ну что, мы, наверное, будем заканчивать, София, да? Ален, если вопросиков нет, тогда заканчиваем. Время подходит. Матрицу судеб, Алексей, рассчитывать пока не имею права обучать, потому что это, будем говорить, сакральная нумерология. Я еще не на том уровне, чтобы учить ей. Пока я могу только принимать в этой области. Вроде как, в случае будет, хотя я ушла в христиансы. Уговаривались вернуться к христианскому Грегору. А я ношу секиру перуна, и мне хорошо с ней. То есть это все очень индивидуально, все женщины тоже разные. Нам тоже внушают, что все женщины должны быть мягкие, а женщины разные, так же, как мужчины. Что страшно или нет, Юля, не помню. А, по поводу созвездия, то, что вы писали, я думаю, что не страшно. Думаю, этот вопрос тоже решится. Летит круглое тело на землю, но пролетело мимо. В том цифры золотые на небе, несколько цифр. Но забыл, как и да, это нас оберегают, нашу землю оберегают. Есть те, которые заинтересованы в жизни Земли. И, конечно, не в нашей жизни. Иллюзионно так думать. Если проют цвета, которые нет в природе, и не похожи ни на один существующий. Что с ними делать? Можно вселять разные предметы для силы? Можно. Да, Людмила, привязывайте их платком, во-первых, к низу живота, во-вторых, начинайте различные родовые практики. Родовое древо есть, тоже отличные семена. Мечи, Секиры, ну, видите, кому-то нравится, я же говорю. Вот, с Black Cat приезжайте шестого. Ну что, мы тогда заканчиваем. София, вы меня тогда отключите, а то программисты я еще тот. Тут отключаю вам. Хорошо. Огромное спасибо. Спасибо, я прощаюсь. Тогда до связи вот там по баннеру. Переходите, женщину-богиню смотрите, приобретайте. Алена, огромное вам спасибо за интереснейшее выступление, за практики, техники, а также за информационное емкое выступление. Огромное вам спасибо. Это было очень интересно. И очень интересно вас слушать. Вы, человек, который заражаетесь своим стремлением и светом, огромное вам спасибо за интереснейшую лекцию про род. Итак, дорогие зрители, для того, чтобы приобрести семинар Алены Полыни, вам можно пройти по баннеру на чатах. Итак, дорогие зрители, кликнув на баннер, откроется страничка, на которой будет все-все-все. От Алены Полынь. А именно, семинар «Женщина-богиня», который по площадь должительности занимает 3 часа 30 минут. Итак, дорогие зрители, что же себя представляет семинар «Женщина-богиня»? А это объемный курс, посвященный женской магии. Курс дает глобальное знание касательно рода, сохранения, создания и укрепления семьи, а также рождения и воспитания детей. Курс включает в себя рабочие обряды и практики, развенчание мифов, распространяемых на женских тренингах тоже будет. А также будет вам дана уникальная информация, основанная на родовых знаниях поколений. И женщина, которая освоит этот курс, становится творцом своего счастья и своей семьи. Содержание курса «Охватывать женские практики», христианский грет, работа с родом, проработка родовых программ, снятие блоков проблем рода, чистки родов, снятие блоков по женской линии, все про обряды, ворожбу, а также рассматриваются, решаются проблемы зачатия, рождение ребенка даются, рекомендации для детей, а также многое-многое другое. Снятие менструальной боли, традиции и знаки рода, для чего нужно это знать и как с этим работать, усиление силы, способы лечения алкоголизма, применение мелких технологий в современной семье, их тонкости и многое-многое другое. Алена вам с этим поможет разобраться и изменить свою жизнь. Итак, дорогие зрители, для того, чтобы приобрести семинар от Алены Павловны, потомственной ведьмы, женщины-богини, вам нужно будет ввести свое имя, электронную почту и телефон в международном формате. Плюс семь, дорогие зрители, пожалуйста, проверяйте корректность введенных данных, и с вами свяжется наш менеджер. Дорогие друзья, если вы единовременно не можете оплатить всю сумму заказа, то также оформляйте заказ, и уже с менеджером, а именно он вам поможет подобрать удобный для вас способ оплаты. Итак, дорогие зрители, вот и подошла к концу первая часть нашего 13-го дня из цикла встреч практики эзотерики летний интенсив. Поступление Алены будет в свободном доступе до 18.00. Дорогие зрители, пожалуйста, не испугайтесь, я прерву трансляцию на пару минут, если мы продолжим. А дальше будет выступать Светлана Дуда, трансформационный тренер и рациональный психолог, пилоэнерготерапевт и космоэнергет. С очень интересной темой. Именно Светлана нам расскажет о том, как обрести свое целостное я и гармоничное отношение с близкими, как сделать свою семью цельной и неделимой. Итак, дорогие зрители, пожалуйста, не волнуйтесь, заварите крепкий чай, либо возьмите бисточек с ручкой, мы продолжим сдавать новое огромное. Вам спасибо за ожидание. Продолжение следует...